Прежде чем стать матёрым дизайнером, нужно матёро знать основы. 8 CSS прикольчиков и приколюшечек. Американские фермеры пользуются украинской прошивкой. Поехали! Сегодня с вами, как всегда, UwebDesign, подкаст «Суровый веб». Сегодня 12 апреля 2017 года, обратите внимание. Подкаст номер 121. И время, как вы догадались, по тому, как редки наши слова, как медленно мы соображаем, уже 25 минут 12 по-челябинску. Да, мы пытаемся воевать со своим мозгом, как обычно, припивая кофе, как обычно. Да, поэтому нырнём, прям окунёмся, как будто мы... Вот знаешь, есть вышки, да, там 10-метровые, 15, а есть тумбочка. Вот мы с тумбочки ныряем сейчас в первую темку так аккуратно. Даже скорее вот мы шли в тапочках, подскользнулись и сразу нырнули. В сланцах. Вот. Потом их не можем найти уже, но с палкой бьёт просто тренер. И нормально. Джонатан Зи Уайт некий. На самом деле, тема действительно крутая. Я не думал, что её азиат написал. Я сначала не смотрел просто, когда... Мы как бы сразу вскрываем карты, что мы здесь унижаем людей, да, я так понимаю? Ну, а чё оттянуть-то? Ну, да, давай, пожалуйста. И он написал на Freak Code Camp, как обычно, наш любимый сайт с любимыми темами. Да, на который, я не помню, ты меня в эфире или когда-то заставил подписаться на него лично. Да, возможно, в прямом эфире. И дело просто в том, что из 30 тем, может быть, 45, которые выходят в неделю, дельных из них реально там 5. Ну вот одна из них. Да, это одна из них. И именно на эти 5, на самом деле, всё равно дадут ссылки другие ресурсы, на которые я подписан. А все остальные, на самом деле, бы просто отфильтруются. Но я пока держусь. Я всё равно подписан именно на них, чтобы... Ну, вдруг что-нибудь там проскользнёт, ускользнёт. Вот это бы не ускользнуло, нет. Это и есть заглавная тема, в которой написано, что прежде чем стать хорошим дизайнером, нужно хорошо знать основы. Так. И это один из прям главных советов, на самом деле, от нас, нашим подписчикам. Это касается не только дизайна, это касается абсолютно всего в этой жизни. Я вот тоже хотел это сказать. То есть вот скоро Пасха, вот прежде чем хорошо красить яйца, нужно основу красения знать. А я думал, надо знать вообще, почему мы яйца-то красим. Как минимум. Иначе ты будешь вот дальше их в голубой красить и не понимать, что надо-то в красный. Дальше свои так и будешь красить, да. Нет, подожди. Но это ладно, это хорошо. Но, а вдруг я могу проскочить? Вот могу дизайн быстренько по верхам проскочить и фундаменталс не знать, почему вот я должен? Чё это я? Я же могу быстренько там читнуть чё-нибудь. Ну, то, чтобы быстро чё-нибудь читнуть, надо знать, чё именно читнуть. Так. Собственно, вот эта темка, она является хабом, местом стечения многих темок, на которые нам Джонатан даёт ссылку. Который не мог быть... Который мог быть не узкоглазым, черноволосым чуваком, а нормальным пацаном, красивым, голубоглазым, лысым, возможно, с татуировками, бородатым, но вот не тем, какой он является. Не важно. Пожалуйста, да. И поэтому я вас всех настоятельно рекомендую, пройдите по ссылкам в этой теме. То есть, если вы всерьёз, как один из его читателей, в которых он пишет в начале, задаётесь вопросом, а как же стать более хорошим визуальным дизайнером? Визуальный дизайнер, это сразу... Это обычный дизайнер? Или какой-то специальный, особый дизайнер? Он, наверное, имеет в виду, что не архитектурным дизайном, не промышленным дизайнером, не дизайнером каких-нибудь, я не знаю... Шмоток. Да. Хороший, кстати, пример. А вот визуальным дизайнером в общем и в целом. Потому что то, что он здесь нам говорит, касается и печатной продукции, и интернета, и, возможно, каких-либо приложений на телефонах. Неважно. Вообще, говорит, я, чтобы подумать, как ответить на этот вопрос, я, говорит, сразу вспомнил, как учить мандаринский китайский. Ну, то есть, из своих сразу. Я, кстати, скажу, что это, по-моему, самый распространённый китайский. Да, да, да. Это такой простецкий китайский, видимо. И хотя, казалось бы, мандарины, это их типа элита была. С хренов ли они на самом простом разговаривали? Они должны были, наоборот, на самом изысканном наречии говорить. Они, видимо, были не тупые и облегчали себе жизнь. Но мы сейчас не об этом. Мы с тобой не знатоки востоковедения. Да, он говорит о том, что изучая любой язык, нужно начать со снов. Если ты не поймёшь, что такое существительные глаголы, наречия и прилагательные, ты не сможешь уже предложение строить. Приложение, тем более, не сможешь. Поэтому давайте, говорит, мы возьмём за X, что дизайн – это как язык. Visual design is a visual language. Отлично. Как и программирование, да, получается? Да хоть что. То есть это, так сказать… Язык тела, ты имеешь в виду? Оу-е-е. Это некая мета такая вот скопление, я вот так это назову, которое имеет свои составляющие, которые нужно ознать. Хороший визуальный дизайн, хорошие визуальные дизайны, они не рождаются, они делаются. То есть их делают люди, так сказать, которые умеют их делать. То есть не бывает такого, что ты шёл, споткнулся, и тебе, как Менделееву, пришёл дизайнер, именно дизайнер, дизайн инстаграма в голову. Так не бывает. Ты должен сначала выстрадать всё дерьмо, и только потом уже из этого по крупицам создашь что-то гениальное. На самом деле, я, наверное, думаю, здесь стоит сделать оговорочку, что вот есть люди, которые… Они реально гении. У них вот в мозгу уже так сформировалось, что они серут прям как будто вот хорошими такими дизайнами, прям их выдают. Думаешь, это наши подписчики? Касается ли это наших подписчиков? Я думаю, нескольких обязательно. Так. И вот и думайте теперь, кого я имел в виду. А вообще, на самом деле, да. То есть наверняка были люди, которые опережали, так сказать, время, и они просто всё это чувствуют, все эти основы. Ну просто вот так у них мозг сложился уже, что они это всё и так чувствуют. Но для тех, кто не чувствует, то есть для всех нас остальных, 99% наших подписчиков, первая фундаментальная основа. Нужно всегда основы шрифта знать. Потому что в какой-то степени сам шрифт – это уже дизайн. Ну то есть очевидно, что бывают логотипы, которые тупо шрифтом сделаны, и даже они могут и настроение передать, и какую-то историю целого бренда передать и так далее. То есть, ну, не нам вам об этом рассказывать, что шрифты, они, в принципе, гигантскую роль играют. И он здесь, опять же, прикладывает несколько ссылок. Вот, например, статья A Beautifully Illustrated Glossary of Typographic Terms You Should Know. Ну, в общем, он говорит о том, что обязательно нужно знать все термины, которые в типографике используются. Во-первых, для того, чтобы понимать статьи и гайды других людей. Во-вторых, чтобы себя подготовить, так сказать, к тому, что это же язык, надо буквы знать, там, гласные, согласные. Вот, например, сонорные, согласные. Ты, Никита, помнишь, что это значит? Да, это L, M, N. Да, которые только звонкие, у них нет глухих пар. Да. Web Typography. The Elements of Typographic Style Applied to the Web. Это еще одна статья, которую можно прочитать. И здесь, в принципе, ну, есть скриншот оттуда. От того, что нужно совмещать пары с шрифтов. То есть, после того, как ты узнаешь, из чего все шрифты состоят, как их применять к вебу, то есть, чего ты добиваешься, увеличив размер шрифта, или увеличив кернинг и так далее, идет дальше следующий пункт, это спаривать шрифты, как бы это ни звучало. А биологично. А по факту здесь абиологично все. Нужно посмотреть, какие шрифты сочетаются, как они, опять же, передают общее какое-то настроение, как они... Здесь вот, опять же, есть статья Typography can make you resign or break it. Это более глубокая, между прочим, его статья на Medium. Это же Jonathan Z. White. О том, что вот типографика – это нечто большее, чем просто кусок дизайна. Оно может его и сделать, и сломать ваш дизайн. Поэтому, да, первая фундаментальная основа – это типографика. То есть, ну, я думаю, опять же, нам кто угодно подтвердит, что ты и логотип с этим делаешь, и печатную продукцию, и сайты. Все, что угодно. Вообще все. И деньги даже печатают. Да. Представь себе, деньги не были бы нам так милые, если бы не этот шрифт замечательный. Не знаю, какой. Ну, кстати, тоже. Вот напишите в комментариях, кто у нас по деньгам. Мы сразу их оп, и сдадим. Согласен. Как бутылки. Да, двигаемся дальше. Второе, фундаментальная основа – нужно использовать пространство, чтобы создавать баланс. Ну, это классические наши советы, именно наши уже. Бабич неоднократно об этом говорил, что, в принципе, вот пространство, оно, во-первых, иерархичность показывает. Если что-то очень сильно отделено от всего, значит, оно имеет какое-то значение. Во-вторых, если какие-то вещи разделены пространством одинакового размера, мы понимаем, что они идут друг за другом, они что-то единое с собой представляют и пошаговость какую-то отражают. Бесконечное количество примеров. Он рекомендует посмотреть Behance и Dribble, но не увлекаться этим, потому как дизайн – это все-таки искусство, и ты должен сам это понимать, сам это чувствовать и сам делать. Не надо просто вдохновляться, тире воровать у других, потому что это не true. Здесь есть, опять же, варианты о том, что как увеличивать кернинг и лейдинг, то есть, охрен его помнить, что такое лейдинг, по-моему, между этими вертикальными, так сказать, это, между горизонтальными линиями отступ. Ну, твою мать, line height, если угодно. Вот это лейдинг называется. Вот. Нужно пользоваться разными интернет-какими-то ресурсами, например, current type. И там – это игра, в котором ты должен угадать, как правильно откернить дерьмо, чтобы это было, так сказать, понятно людям. Ну, то есть, понятно, что каждый может откернить так, как хочет. Ну, ты понимаешь. А я вот так вижу. Вот там как правильно надо угадывать. Вот. Третье фундаментальное правило – это использование размера, чтобы визуальную иерархию как-то, ну, показать. И здесь, ну, это то, о чем я уже говорил в пространстве, что когда ты отделяешь что-то пустотой, ты подчеркиваешь, как бы, что эти вещи отдельно. Здесь уже о том, что размер элементов, в том числе, там, кнопок, шрифтов и так далее, показывает отношение между ними. Чем больше этот элемент, тем он важнее, там, ну и так далее. Здесь сразу две кнопки нам показываются, основная, побочная. И у основной, понятно, тут вот по стайл-гайду на две клеточки она длиннее и, ну-ка, насколько, на одну клеточку выше. Сам шрифт, я думаю, тоже чуть-чуть больше. Не могу сказать, на сколько, ну, там, на пару значений. Вот. Что касается размеров, то всегда очень важно использовать сетки, чтобы не просто я вот чуть побольше сделал, а вот относительно сетки, там, на одну клетку, на две, там, побольше и так далее. То есть это все. Ну, это, я думаю, основа основ. Это сейчас все дизайнеры. Ну, вот так мы же здесь говорим, как раз тоже, да, об основах. Кстати, я за лайки вот статью, и 3400 лайков примерно она получила. Таких же, как ты. Да, и это, опять же, много. Я в прошлый раз говорил, тоже что-то, по-моему, под 3000 было у какой-то из статей, я уже не помню, у какой. Просто потому, что подкаст мы не ровно через неделю, а через неделю я один день записываю, и все, у меня уже все забыл. Уже ничего не отразилось в голове. Уже сбились биоритмы. Да, биологические часы уже у меня не показывают ничего. Так вот, и дальше здесь написано, что как только вы какие-то размеры определенного элементов выявили, вы не делаете много разных размеров, вы придерживаетесь двух-трех. Потому что в дизайне консистенции – это король. То есть постоянство, постоянность и так далее. Нужно всегда, чтобы не было разношерстности никакой. Если вы для себя по шкале выявили три размера шрифта, вот вы треха придерживаете, чтобы не так было сложно пользователям воспринимать эту информацию, потому что тут как с кэшем. Ты закэшировал для себя три значения этих, и в принципе мозг это делает автоматически. Мы даже об этом не задумываемся, а он это делает. И мы понимаем уже, что вот примерно так выглядит заголовок, и это важно. И когда ты сквозь текст, так скажем, сканируешь, ты ориентируешься по кусочкам текста определенного размера и воспринимаешь их как важные моменты. Сначала их сканируешь, ну и будем откровенны, редко кто, как мы, допустим, читаем статьи полностью, от начала и до конца. Сначала сканируете по заголовкам и читаете только те параграфы, заголовки которых вас заинтересовали. Вот именно для этого нужно, чтобы все заголовки были одного размера, иначе будет непонятно, а что читать, собственно, там, на что обращать внимание. Так. Здесь сразу же написано, что есть определенные упражнения, которые вот вы можете воспользоваться, чтобы набить глаз, так сказать. Ну-ка. Как оскомина. И здесь написано, что нужно обязательно спрашивать фидбэк. То есть заскетчите, за вайрфреймите какой-нибудь лендинг и просто показываете людям, понимают они, чего вы хотели там сказать и так далее. Ты понимаешь, что понимают хотя бы условно, где у тебя заголовки? Хотя бы, да. И что ты от них этим лендингом вообще хотел? Где конечная, так сказать, цель, воронка? До чего их сужает? До одной кнопки, на самом деле, купить там. Или связаться с нами. Или если это лендинг, который ведет просто на другую страницу, то есть это лендинг, который тебя заставляет просто перейти хотя бы куда-то. Увеличить член. Да, например, да. Из недавнего, да, видимо, у тебя закешировалось. Четвертая основа – это использовать цвет, чтобы предоставить какое-то значение. Так. Не нужно бездумно использовать цвет, но здесь опять же нужно сразу вспомнить, что я почему говорю опять же, потому что мы в этом подкасте, ну, 15 раз в среднем уже говорили про цвет, может быть, 30, о том, что цвет в разных культурах играет разное значение. Цвет в разных контекстах, например, красный, если мы говорим о, там, гонках, это быстро означает. Если мы говорим о борьбе со спидом, это означает борьбу со спидом. Розовый может означать как борьбу с раком груди, так и масло Джонсонс Бэйби. Нихрена ты выдал. Я прям вот, да, за секунду. Там замочек еще на масле Джонсонс. Обязательно, потому что увлажняет. Потому что не щиплет глазки. И это в том числе. Масло, может быть, и щиплет, шампунь не щиплет. Масло, возможно, там вытекает с кровью вместе с красной, опять же, и с розовой. Так, продолжай. В общем, цвет – это очень мощный инструмент. Здесь, опять же, я, кстати, не говорил, причем неумышленно, а случайно. В предыдущих двух основах тоже были ссылки на крутые статьи. Вот здесь просто про цвет, опять же. Есть статья Designing in Color, опять же, его, Джонатана. Здесь же на Free Code Camp, где он говорит о том, что вот должен быть смысл в вашем цвете. Здесь три точечки, в которых основные смыслы. Нужно сначала понять смысл вашего дизайна, прежде чем выбирать палитру. Ну, потому что хороший дизайн, он уже определяет вашу палитру. Если вам нужно обратить на что-то внимание, то это будут, конечно, красно-оранжевые, там, яркие цвета. Если вам нужно успокоить, рассказать о каком-нибудь Дзене, о том, что… О бабле, возможно, рассказать. Ну, или о бабле, например. Там тоже у вас будут синие, зеленые такие концентрирующие цвета. А если это будет статья о осознанности, о том, как нужно вылететь из себя, посмотреть вообще, что все в жизни суета, и нужно просто понять, что ты от этой жизни хочешь отреализовать, то будут какие-то постельные такие тона. То просто черный будет. Или так, да. Смотря на какую аудиторию. Это второй пункт. Identify your audience. Пойми, перед кем ты это вообще пишешь. И да, возможно, мы все умрем, и нужно просто черное это написать. А если все-таки ты для мамочек пишешь, то розовые и постельные тона. То, да. Потому что... Тот цвет от тугасей. Вот, да. Мой мальчик тугасей. Здесь написано, что люди по-разному воспринимают цвета в зависимости от культуры, личных каких-то предпочтений, опытов и так далее. Ну и третье, когда выбираете палитру, самое простое, это простота. Простите меня за тавтологию, но я именно так захотел это сказать. Потому что нужно выбрать сначала какой-то нейтральный цвет, фоновый, такой легкий. Потом выбрать основной и побочный. То есть не нужно много цветов. И здесь, опять же, мне вот этот понравился очень прием. Попробуйте выйти из вашей комфортной зоны и попробовать другие палитры. И как можно попробовать другие палитры? А вот здесь написано, что можно из киношечек или каких-то телешоу взять скрины, ну буквально просто какой-то кадр, прогнать через, ну ведь таких инструментов полно онлайн. Можно вычленить, так сказать, цветовую палитру общую из картинки. Ну это было очень давно, наверное, подкастов 80 назад, когда мы рассматривали с тобой такой ресурс, где-то даже на тумблере это было, где чуваки просто выкладывали практически в день один кадр из кино и палитру цветов. Я помню. Ну вот, это круто. Там действительно интересные. Там выбирали именно из 80-х, там назад в будущее, там матрицы. И там реально каждую из них можно было как темку в подкасте обсуждать, потому что они не брали просто там 151-й эпизод Беверли Хиллз 90-2010. Хотя это тоже, возможно, прикольно. Хотя согласен, 151-й эпизод это прям вот отличный. Но Спасатели Малибу, возможно, или там любой эпизод классный, что говорить-то. И на классный. Ну вот, именно тогда можно было модно говорить классный, супер кул. И да. Короче, тогда мы восторгались этой хренью. И сейчас ты считаешь советом. Сейчас все еще восторгаюсь. Реально, возьмите просто кадр там из Терминатора. Да даже из теории большого взрыва. Там на самом деле достаточно яркие цвета, и вы поймете, что это почему? Уже нас вот эти 20 коротеньких секунд нас держат в возбуждении, чтобы мы прям какую-то пироженку съели, и хотелось еще одну съесть, и мы прям всю неделю съели. И как бы, ну вот, ждали, когда мы съедим эту новую пироженку. Хотя, конечно, сейчас стало, да? Нет, кстати, я сегодня, у меня будет одна тема, после которой мне захотелось посмотреть вот эти 10 серий, которые я не досмотрел. не забудь мне сказать, какая из тема. Я не забуду, там очень сложно забыть. Ну понятно, согласен, да, хорошо. Короче говоря, вы прям это, не мы, а вы, уважаемые подписчики, мы-то по учителям, мы-то это и так знаем, это же не нам надо, это вам надо. Так вот, вы попробуйте все же такие, это, фотографии какие-то, популярные картины взять. Представляешь, вот Ван Гога взять, проанализировать на световую палитру. Возможно, ты после этого не станешь прежним. Согласен, возможно, он сам этого даже не делал, а вот вы сделаете. И поймете, что в подсолнухах желтое все. Да, охренеть. Вот да, поэтому... Не, он-то сам, я думаю, там уже в космосе. Ну, конечно, он, возможно, себя ограничивал только тремя пигментами какими-нибудь. 16 бит. Вот, вот, согласен, тоже у нас будет в одной темке. Это та же самая тема, которую я тебе... Ну, слава богу, да, отлично. И на самом деле, самое главное, это никогда не нужно ждать пинка. Это уже не fundamental, это даже уже, так сказать, заключение. Никогда не нужно ждать пинка от судьбы или от кого-то другого по поводу изучения... Пинок судьбы, это уже название? Это название для металлкор-группы, согласен. Или хотя бы для альбома. Металлкор судьбы... Металлкор судьбы. Пинок судьбы от струн души. Струны души, это уже название группы, соответственно. Это прям бомба. Топ-2 в британском чарте какого-нибудь был бы. После Алтана Джона, конечно, у него день рождения недавно был, и у него все в топах подскочило, только из-за этого. Так бы на первом было месте. Нужно всегда на свою мотивацию только надеяться, не надо ждать, что тебя кто-то там подопнет, скажет, что что ты все еще не крутой дизайнер. Вот это должно изнутри исходить, иначе, возможно, вообще не стоит этим заниматься. От себя не уйдешь, себя не обманешь, освободите место для тех, кто реально хочет, может и будет. Ни хрена, да, как я выглядел? Ну, это что-то прям... Обрати внимание, я хотел еще здесь сказать, ну, во-первых, нажмите на лайк, он нам говорит, я нажал на лайк. Я обратил внимание, что он там цветами игрался, рамочки сделал. Вот, и эти рамочки, это кнопки две большие. Я понимаю. И обрати внимание, тут уже прям вот сложно мимо. Нет, базара нет, он скоро уже будет просто, не знаю, письки рисовать. Вот. Разноцветные. Трехчлен. Как Чермандер, об этом тоже будет сегодня еще. В общем, вот такая у нас первая тема. Я думал, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. И да, и все, с вами были. Сколько это бы было бы? Это было бы 20 минут. 21 уже даже. Как наш первый или второй подкаст, где мы за это время умудрялись 6 тем, 5 раз смотреть. Вот так вот. Ну, мы стареем, стареем, базара нет. Короче, первая тема прошла, и я вернусь к вам назойливым своим вот этим вот блоком, который вы уже задолбались слушать, но вдруг кто-то новенький. А есть новенький. Судя по тому, кто мне пишет в Телеграме, чтобы добавить их в чат, они, в принципе, признаются, что пару месяцев вас слушаю, два месяца, три месяца, пятый выпуск вас слушаю, и вы уже лучшие в мире. Но у нас же это не позорно. То есть это не как признаться, что ты 25 лет и девственник? Конечно, нет. Это круто. Ну, то есть это и так круто? Да, да. Ну, вот да. И поэтому твой организационный момент, а я именно так его называю в нашем списке темок, он необходим, как воздух. Ну, в общем, для девственников YouWebDesign, господа, YouWebDesign.ru, да, заходите туда, справа в сайдбаре, сайдбар такая часть справа, вот которая не контент, а которая вот другое, вот справа, которая, вот там вот, в ней есть регистрация на сайте. Вы можете зарегистрироваться, а для чего это, вот для чего это нужно? А чтобы оставлять нам темы к следующему подкасту, вы их оставляете там же, в сайдбарчике, есть ссылочка, заходите, комментируете, самую интересную тему выбираете, я вас настоятельно вот прошу, пожалуйста, не оставляйте 100 тысяч тем, потому что у нас замечены нарушители, за ними уже выехали, я 6 звездочек поставил этому чуваку, на танках, прямо на военных вертолетах за ним выехали, потому что это невозможно, уже ни в какую. Да, при том, чтобы вы понимали, я вам раскрою секрет, для тех, кто дослушал 20 минут вот первой темки, я раскрою секрет, Саня это все в почту падает, и он сидит, ему в почту летят эти все темки. Да, эти люди, нарушители, они обычно их прям подряд пулят, и мне подряд, А Саня в это время, возможно, занят Возможно, он что-то делает В это время Например, гладит одежду Например, я не знаю Гладит еще кого-нибудь Гладит кого-то по коленке, да И как бы у него бум-бум-бум-бум-бум И что это? Ну как это? Нельзя так делать Вы имеете ответственность какую-то Потому что это же все равно Это же будет нами игнорироваться Давайте положим руку на сердце Или на коленку, опять же, кому-нибудь Кого гладили Да, и просто будут административные меры приняты Прекратите это Да, еще раз, да Это была регистрация конкретно И конкретно предложение тем Это все на ewebdesign.ru Я еще хочу сказать ewebdesign.ru нынче с 58-го хрома не открывается Говорит о том, что поддельный у вас сертификат и говно Я скажу почему Я вас всех успокою Сайт не взломали Русские хакеры его не взламывали В основном потому, что русские хакеры его и ведут Так вот, дело просто в том, что наш StartSSL.com, от которого у нас бесплатный сертификат Он что-то не занес в гуглу, видимо А ты можешь, кстати, не извиняться Знаешь почему? Почему? Потому что 58-й хром, он еще неофициальный Неважно Ну, как бы У нас же разработчики здесь Канареечный хром Он уже 59-й Насырает на них 58-й это бетка Я у себя открыл 57-й Да, на 57-м еще работает Вот начиная с 58-го уже показывают хэ И я прям вот обещаюсь за эту неделю исправить на православный Let's Encrypt поганый Они держат все за то Ну, я ничего не могу сказать Монополия Слишком много денег им занесли другие компании, типа Mozilla, Ubuntu и так далее Мы это смотрели в подкасте? Да, да, смотрели Мы тоже, так сказать, отдали им должное, к сожалению И они вот так вот с нами Поэтому придется на них перейти И я буду надеяться, что у вас в 58-х и 59-х хромах уже через неделю, когда мы будем писать 122-й выпуск, уже все будет хорошо Еще, помимо сайта eubesign.ru, еще раз напомню У нас есть чатик в Телеграме Чатик в Телеграме Телеграм это мессенджер от Павла Дурова Телеграм Вам надо просто написать веб Саня, вот ему в личечку И он вам даст ссылку, чтобы вы просто там деградировали Вот в этом чатике А в нем уже около скольки человек? 180? Нет, 205 205 человек уж Это, господа, больше, чем покемонов Меньше, на самом деле Больше, чем покемонов первого поколения Еще у нас есть ничего больше А нет, у нас есть еще Еще у нас есть для вас стикеры, господа Есть И стикеры вы можете заказывать через паблик Вконтакте, vk.com.ru Slash eubesign Да Два стикера, один eubesign, один eubesign, один eubesign Все Больше ничего, больше говорить не буду Стоимость их примерно соответствует стоимости акций Поэтому она не равна между собой Да, кстати Акции этих проектов Но это не значит, что если вы купите 50 стикеров У вас будет контрольный пакет акций наших проектов Нет, ни у кого не будет Поэтому, что говорить-то Ладно, переходим дальше У нас продолжается дизайн Давай И тема Краткая история дизайна в Майкрософте Смотри, там девочка Джульетта Вайс нам ее предлагает Да, эту тему Ну-ка И она нам рассказывает о том Как ее заставили сделать, так сказать, ленту времени Развития дизайна в Майкрософте Заставили прям? Прям унизили А есть видео, где ее заставляют? Где сабмиссив полный Ну-ка В общем И она сначала была очень скептически настроена Думала, я, говорит, наблюю вообще досвидос говно А когда вникла, ей прям понравилось Ну, слушай Ну, когда вникнешь Вообще в любое дело оно нравится Даже если ты, наверное, унитазы чистишь Подтверждаю тебя Как человек, который чистит унитазы Так вот Она говорит Иногда возникает вопрос Когда вот ты, Никита, может быть и не знал А в Windows 2.0 Я не сидел на Windows 2.0 Я не настолько Вот-вот-вот Я просто в 3.0 уже сидел В 2.0 сам не сидел Вот сегодня узнал Причем объясню, почему не сидел Потому что до этого на DOS сидел Я вот до 95-й тоже немножко на DOS Вот-вот Причем Просто Windows 95 Опять он переплетен с DOS По сути Ты все что запускаешь Все вот эти игры DOS там Ну, конечно, переплетен Все равно Оно же там на одной платформе Примерно было сделано Просто конкретно Windows 2.0.3.0 Он из DOS запускался Хорошо То есть это была, так сказать Опять Просто программа с графической оболочкой А потом уже это переросло больше Уже в операционную систему Ну, наверное, меня бы сейчас Архитекторы Microsoft поправили Что, ну, блин, ну запускалось и запускалось Но по факту это уже отдельно Отмазывались бы Ну, да, может быть Так вот, в Windows 2.0 Скроллбары были красные, например Это ужасно Вот И она говорит Казалось бы, это ужасно А вот я вникла и поняла Почему так сделали Я уважаю теперь вот этого И вот топ-хайлайт Этой статьи таков Хоть, говорит, это и смешно Критиковать прошлое Но значительно важнее Спросить самого себя Почему? Охренеть Я, кстати, смотрю Выглядит прикольно Ну, вот, видишь Ей вот не нравится Она, видимо, такой Обычный классический дизайнер Современный Который в Сан-Франциско сидит Попивает кофе И ей вот прям В смысле, ей до конца не нравилось? Ты же говоришь, она вникла Вникла Но вот, видишь, тебе с первого взгляда нравится А ей с первого вообще не нравится Она заставляла себя? Она прям мучила себя, да Окей Она вот в январе 2016-го Присоединилась к Майкрософту И она такая Вот, ня-ня-ня Я буду супер Экспириенсы Уникальные дизайнить Но Когда мне, говорит В качестве первого проекта Заставили сделать Майкрософтовскую Ленту времени Вот дизайна Мне, говорит Так дерьмо было Я прям вот Не совру И скажи, что мне Была неохота Ну ладно, говорит Понравилось теперь Вот, говорит Началось все с ДОСа Возникла нужда Персональный компьютер Маленькая нужда Возникла еще у дизайнеров Поэтому появился ДОС, да Так В принципе MS-DOS Он отвечал требованиям Своего времени Потому что для него Ничего не нужно было Кроме клавиатуры Монитора И PC Непосредственно Ну, в PC, конечно Подразумевается Там жесткий диск Там вот это все Уже не знать Ни хрена, что в PC Еще есть Кроме жесткого Провода Там Кейблс Нетворкс Вот, да Я, кстати, не знаю Нетворкс тогда уже были Или нет Ну, думаю, да Ну, кейблс были Хоть какие-то Кейблс Топудово был Да Саташных, конечно Тоже еще не было Тогда еще ИДЕшных Ну, ладно Не важно Может быть, даже до ИДЕшных были Там Поширше Которые Так вот Тогда еще Какой графический дизайн Тогда еще ГУИ-то не было Графического интерфейса Поэтому Мы, говорит Даже Не о чем там говорить А вот С ГУИ-ем Так сказать Не, ну КДЕ под ФИБС Даже был Наверное Позже уже Видимо Так вот Графический интерфейс Когда появился Ввелась мышка Сама ввелась Так Как новый способ Взаимодействия Еще двухкнопочная Да Трех Почему А уже трех Не, ну Двух были же Так они и сейчас двух Не, сейчас трех Ну, в смысле Я колесик Я понял, что у тебя колесик Просто вспомни Когда были именно Три просто Три плоские кнопки Ну, это пипец Я просто даже не помню Что именно означало Вторая Возможно Двойной клик По контре Я не знаю Не, ну Это как Это знаешь Как Тоже никто не знает Вот на пианино Есть пианино С двумя педалями Есть с тремя Да Вот у меня дома Двухпедальная пианино И Правая Сейчас я буду врать Возможно музыканты Меня будут поправлять В скобочках У нас нет музыкантов По-моему Правая педаль Это короче Удлиняет Удлиняет Да, долгий такой звук Как будто ты легато Все играешь Оно все такое До сюда А левая Сухой звук Да Ну вот я тоже Именно в таком знаю Да, да А есть три Короче Вот там где три В музыкалке Все тройнуха стоит И это как-то Очень противно Вот везде в музыкалках Самые дешевые пианино Они с тремя педалями И третья посередине Она тоже дает сухой звук И ничем не Ну чуть-чуть Отличается Может быть от левой То есть Подожди, подожди Но а на топовых Роялях интересно как На топовых Две педали Без педалей То есть Реально Нет никакого смысла В третьей Я не знаю Это не тайное Никакое знание Я предполагаю Что это возможно Передача переключаемая Я не знаю Ну то есть Сцепление Просто какую-то из них По-моему правую Ее можно сместить вбок Чтобы она всегда была нажата Ну это Где-то тоже На каких-то извращенных Потому что Не, я прям вот На любых На каких я садился Всегда можно правую Просто зафиксировать Как на тормоз Чтобы у тебя всегда Легато было Ну это страшно Если честно Хотя обычно Ты их просто прожимаешь Чтобы конкретные Так сказать Аккорды были Оно просто еще усиляет звук Да, да Я поэтому и изображаю Ну ладно Мы отвлеклись до свидания Согласен, да Так вот И с Windows 2.0 Она говорит Инженеры проделали В принципе Первую дизайновую работу Это тогда даже не было Дисциплины В разработке Программного обеспечения То есть это Так сказать Просто Инженеры ПО Подработали дизайнерами Так сказать Так И в чем заключалось Впервые появилось Восемь цветов Которых можно Использовать в интерфейсах Вот все восемь Сразу и использовали Просто так сказать Показать Что можно Видимо показать И для сторонних Разработчиков В том числе Видимо тогда уже Не появились Но Да И вот здесь на картинках Уже вот Как раз скриншоты Винды 2.0 И там видишь Оно все такое цветное А ты какое показываешь Вот где она в очках Или не она Это не она Это другая дама И про нее тоже Это дама Вирджиния Хаулет Она уже сейчас Наверное старенькая Да Скорее всего Сейчас она уже старенькая Но она до хрена В Майкрософт Приподнесла Я тебе скажу То есть она Дизайнер интерфейсов Скорее всего Она дизайнер Печатки Была В 87 Она пришла В Майкрософт Точнее нет В 87 Она Зашла Так сказать В ПО Она была Майкрософтовским Дизайнером Печатной продукции И она зашла И сказала Блин чуваки Вы совсем что ли Охренели У вас тут такие шрифты Все такое говно Давайте сделаем нормально Давайте сделаем Красные скролл бары Блес Да Нет 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 Она как раз пришла И сказала Вы что Поролись красные скролл бары Она как раз пришла После этого И Windows 3.0 Появилась С ее так сказать Посыл И там уж гениальные Иконки Там все просто Айдио Ну ка Гениальные Ну ка Вот этот следующий Да Ну ты просто представь Что Ну я просто представил Что обычные иконки Которые мы все видели Уже практически Вот как сейчас Ну как сейчас Уже Excel Узнается что это Excel Я бы понял Вот там буковка X Да И раньше кстати Можно было иконки Кто помнит Двигать в любом порядке И они у тебя могли Вот так хаотично набросано быть Нет И сейчас можно правой кнопкой Выключить выравнивание по сетке И набрасывать А да Можно Я просто настолько Что мне уже нравится Что он не выравнивает Ну естественно Иначе это просто извращение Ну вот Можно и сейчас Сто пудово тебе говорю Просто папки уже тогда Именно как каталожечки Вот эти выглядели Ну окна Ну короче Круто Ну да Круто Что говорить Вот она Вирджиния После этого После того как Билу Гейтсу Написала письмо Она именно написала ему письмо Типа чувак Надо задуматься О дизайне Нашего софта А то ну просто Ну зашквар Именно так я написал Зашквар Зашквар Да И после этого Ее присоединили К компанию User Interface Architecture Group Ну в смысле Не к компании К команде Внутри уже Юзабилити Тим И все Закрутилось Да Да Ну то есть собственно Третьелки Танди Трауэр Мэри Диелли И Вирджиния Хаулет Слышь они там Они там обсуждали Билла Гейтса Они такие Интересные у него там Ой да что ты Да что ты Вирджиничка Да какое там у него это У него уже давно не то Уже что ты Так ладно Подожди давай Окей Все они после этого Начали сразу работать На Windows 3.0 В 90-м вышло Моложе нас Старше нас точнее Операционка оказывается Не пались что Моложе нас там То есть сейчас подумаешь Мы Пугачевы с тобой Или Киркоровы Как бы И мне одинаково Не зазорно быть И Киркоровым И Пугачевы И вообще прям 3.0 Это круто было Тогда же еще Microsoft и Apple Объединились Начали технологию TrueType Организовывать Чтобы разглаживание Шрифтов на экранах Круто выглядело Так И не было вот этого Нужды использовать Моноширинные Шрифты пиксельные Уже технологии Сглаживания Первые появились Уже прям Все это читабельно Более или менее Стало Глаза не вытекали Здесь надо Гифку вмонтировать Где чувак Миксером Все глаза высверливает Вот это вот По Happy 3 Friends И да Но здесь опять же Есть Некоторые люди Типа Стив Канеку Я уже дальше могу Тут есть фотография Снова Которые Я не помню Нет Ты что До этого еще не дошли Это другой чувак Это Билл Флора Некий Хорошо Так вот Стив Канеку Он еще начал Разрабатывать Именно Хардвар Майкрософтовский А кто не знает Microsoft до сих пор Выпускает мышки Клавиатуры А так слушай А MSI Это не их подразделение Нет Это что-то китайская фирма Сраная Да Ну я не знаю Насчет китайская Сейчас я посмотрю Ну ладно Не Но я MicroStar International Тайваньская простите Ну ладно Базар Это вообще не их подразделение Ты что Окей Ну Microsoft делает Свои там Любительские мышки И клавы Ну в смысле Они типа крутые считаются Ты даже Крис Койер До сих пор видишь Самые эргономичные Клавиатуры Да-да-да Они крутые-крутые Так и мышки по-моему У меня вот у Бушуева У начальника моего У него Microsoft Мышка все еще Причем беспроводная Ему ее подарили Там что-то типа Он говорит 10 лет назад Она все еще работает Да-да-да-свидос крутая Ну то есть качественно делали Да И так и делают До сих пор Планшеты Например Surf Ну это я сомневаюсь Что качественно Ну Хотя бы клавиатура От него может быть качественной Ладно Не важно Все Начиная с 95-го года Это говорит У нас прям Супер топ Но это мы и так знаем То есть они там поставили рекорд, 7 миллионов копий за первые 5 недель. В 95-м году Балмер прям говорил о том, что надо это, быть крутыми, дизайн у нас важен, там, шрифты туда-сюда, 95-я винда, это прям круть. Я не помню, наверное, это говорится о том вот этом знаменитом, когда он рекламировал 95-ю винду, помнишь ролики вот эти из 90-х, где Балмер еще молодой? Да, он там сильный продажник. Да-да-да, уже, конечно, не молодой, но еще, так сказать... Уже лысый, но еще не... Да, но еще не... Но еще не Сатья. Да, это уже вещи, конечно. Ну, в общем, дальше они шли, 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 а до этого поняли, что мы дизайнили только то, что выглядит хорошо. А потом с приходом вот этого Билла, который у тебя дальше там на картинке, они поняли, что надо, чтобы еще... Мы дизайним-то в основном для людей. Ну, слушай, Билл, вот он уже true дизайнер выглядит так. Да, ладно. По-моему, все-таки он и на программиста похож. Ну, может быть. Ну, он как аэтишник выглядит. Давай, ни тебе, ни мне. Ну, хорошо, ладно. Вот. Шрифт Тахома уже здесь фигурирует, хотя уже... Это он сделал пуск кнопочку? Не, кнопочка пуск, что в 95-й винде впервые появилась. Ну. И на самом деле она нам здесь говорит, как там ее, Джулия, Джульетт, ну, авторша статьи, авторка, что именно 95-я винда – это момент, когда запустили кнопку пуск, когда панель задач появилась, часики, нет, часики и трои были, панель задачи. Часики-то тикают? Ну. Вот. И она говорит, что именно 95-я винда была самая тестируемая на юзерах. То есть прежде чем выкатить, ее обкатывали, возможно, на тысячах людей, там, на фокус-группах различных и так далее. Так вот, Билл Флора, которым там выше это, он именно в 92-м его Вирджиния сама наняла, которая вот из печатки пришла, и он задизайнил Windows Media Center и Zune. Если ты помнишь все еще, Zune – это майкрософтовская линейка плееров, и она там тоже где-то в 2000-х появилась вместе с iPod'ами. Чего только не делали, а? И как бы, ну, даже в Windows Phone там вот у них именно музыкальный проигрыватель до какой-то версии, по-моему, до 8. То есть в 7.5 он еще назывался Zune. То есть, ну, у них прям сохранялась эта преемственность, и Zune, он чуть ли не первый каверфлоу придумал, когда вот это вот обложечки перелистываются, вот так. И, по-моему, чуть ли не они отсудили, что они это первое придумали у Apple. Ну, я не готов сейчас вот стопудово тебе сказать. Ну, короче, этот Билл, он крутой чувак. Он много задизайнил таких, так сказать, ноу-хау. Так вот, потом был поворот в культуре у них какой-то. Еще один Билл Бакстон пришел, и он в Microsoft Research попал. И с того момента он прям пришел, ударил кулаком по столу, сказал, блин, все говно. Надо унифицировать Microsoft везде. В офисе, в Винде. Именно с того момента вот этот ленточный офис 2007. Как червь. Да. Он вместе с Vista и с 7 уже был одинаково, выглядел. Хотя, на самом деле, Windows 2003, он, в принципе, ну и 97-й старый. Они тоже напоминали Винду. Ну вот тут прям шрифт Segoi UI он впервые представил. И вот он везде у них стал. И за счет этого все стало казаться, так сказать, единым. Ну вот видишь, со шрифтов начал, как в нашей первой теме. Сто пудово. Про каждого из них говорилось, что начали со шрифтов. Даже, в принципе, начало графических интерфейсов баба начала, которая печаткой занималась. Они могли бы, конечно, Comic Sans везде поприкалываться. Ну, возможно, когда они пытались это обкатать на людях в 95-й неделе, они с Comic Sans начали, но люди как-то вот, ну... Не смешно было. У кого-то, да, у кого-то эпилепсия хватала, приступ. У кого-то депрессия маниакальная. Все возможно, вот да. И, собственно, уже тут дальше нам показывают Windows 10, Cortana, уже HoloLens. Я вижу, и там какой-то чувачочек тоже. Чувачочек Альберт Шум. Я не нашел в самой статье, что сделал Альберт Шум. Но, видимо, он просто заплатил, чтобы он как бы тут тоже появился. За свою фотографию. Да. Черно-белый говорит, меня добавьте, где я улыбаюсь. Просто вот вам. Кому там занести? Тебе, Вирджиния, деточка. Подожди, а вот что за круг рядом с его лицом? Это логотип Cortana. А, я думал, мы как-то должны сравнить с его лицом. Нет, нет, нет. Возможно, он к Cortana, собственно, и имеет отношение. К Cortana, может быть, чей-то он имеет. Может быть, ну, да, как бы... Может быть, он Хейлор-заработчик, и тогда Cortana, как бы... Ну, ладно. Ну, слушай, это-то глубоко. Слишком. Я, да, не думаю, что настолько... Кстати, что касается восьмой винды, седьмой... Седьмая это первая винда, где тач-экраны начали поддерживаться нормально. А, собственно, были девайсы... Потому что они с Surface начались. Кого? Ты что, Surface с восьмой начался. А на седьмой у меня просто в руках лично был... Я не помню, какой фирмы. Может быть, Dell. Ноутбук-трансформер, который... Ну, йога, как йога-таблика, такое же говно. Только именно тех времен, когда я еще в две квартиры назад, что называется. Когда еще можно было убивать этими ноутбуками. Да, когда ты его реально сложил, а он все еще толщиной с войной и мир, мать твоя. Вот, у него реально перекручивался экран, вот это все. И там именно был тоже стилус, говно в комплекте. Черт, какой же фирмой он был. Может быть, и HP, слушай. Ну, неважно. Ну, какое-то что-то нормальное. То есть, не Lenovo. Ой. А все-таки вот HP хотя бы. Хотя сейчас-то Lenovo, видимо, уже все-таки неплохие. Лучше, чем HP. Какой-то рейтинг недавно смотрел и по... Ну, типа Engadget, а какое-то дерьмо, сказал, что теперь Lenovo самые крутые буки делают по соотношению и цена-качество, и просто качество, и круть, и так далее. То есть, они Apple сместили с первого места. Что-то сильно. Вот именно по мнению чего-то типа Engadget. Ну, неважно. В общем, там было HP. По мнению Lenovo. Там реально тач был приемлемый. Я не скажу идеальный, но, мать твою, приемлемый. Я мог пользоваться. И я даже не блевал. Мне это даже нравилось. Это хотя бы... Ну, это было лет 10 назад. Не совру. Может быть, 8. Ты просто себя чувствовал в киберпанке? Не в киберпанке. Нет, в будущем все-таки. В киберпанке я себя чувствую, если бы я в консоли сидел. Ну, хотя бы. Понимаешь, это я сейчас себя в нем чувствую. А вот тогда-то я возвышенный был. Так вот, все. И вот они поняли в семерке, что, ну, как бы не все так здорово. То есть можно лучше над тач-экспириенсом поработать. Сделали восьмерку. Поняли, что переборщили немножечко. Так. И, кстати, я здесь вот, когда готовился, я хотел подольше чуть-чуть сказать, что на самом деле, хотя сейчас смотрю на часы, подольше лучше не говорить. О том, что в Элементаре у них был, пытались они сделать продукт-плейсмент восьмерки. Они там нарочито сидели вот на этих планшетах с восьмеркой. Я рассказывал, что они даже в толчке. В толчке, да. Это еще смешно. Они как бы в кабинетах, в комнатах у них майки, макбуки, до свидос. Как только, твою мать, в толчке, у них Surface на коленях. И все, они там жмут эти иконки гигантские. Ну, типа удобненько. Почту проверить там. Вот нам Маркус прислал фотографии с места убийств. Хоп, на розовенькую вот эту кнопочку фотографии там. Вот, ну, как-то, знаешь, настолько, как будто отходил главный режиссер от Лити в тот же толчок. И побочный, так, так, сейчас, короче, бери вот эту, вот с этой, типа, ты читаешь, вот тебе, типа, прислали. Это было, ну, может быть, первый или второй сезон, вот как-то так. Мне сейчас, я когда в этом скажу, мне так захотелось в первый сезон пересмотреть. Твою мать, надо, как тебе с теорией. Слушай, они нам что-то подмешивают в темке CBS-то канал стопудово. Прям вот, что-то делают, ладно. И вот там восьмерку нарочито пытались пропиарить. Видимо, как-то плохо у них было, что они прям пытались нам ее продавить. Примерно так же нарочито, как в BBC-шном Шерлоке в первом сезоне айфоны всем показывали. Твою мать, там прям разило все яблоками. Розовый айфон у нее там был. Ну, там даже заочный телефон он... Это уже второй, третий сезон, да. Уже там прикрывали как-то, уже как письку убирали, чтобы не видно было. Не, ну там спойлер. Там, где у нее залоченный телефон, и там нужно угадать, что за четыре буквы. Типа LOCKED. И там это же, по-моему, тоже айфон. Это айфон, да. Но там это хотя бы уже не бросалось в глаза. Потому что в первом сезоне у них прям вот яблочное яблоко, твою мать. Вот прям вот да. Ладно, идем дальше. Так вот, с десяткой мы достигли совершенства в тач, так сказать, экспириенсе. Ну, они предпочитают так думать. Ну, да. Они достигли баланса между тачем и классическим десктопом с мышкой, с клавиатурой. Я с ними согласен. Десятка прекрасна. Мне она нравится больше, чем семерка. Мне нравилась когда-то. И тем более, чем она мне нравится сейчас. Кроме того, они говорят, что с их программой Windows Insider они прям вот обкатывают чётенько теперь. Вот таких, как бывший я. Я больше вот в это два раза бомба не падает вот в одно место. Больше я к этому не вернусь. Так. Но я согласен. Обкатывают они нормально. Прям вот насилуют всех в рот и в жопу прям. И вот потом уже, блин, ну да, не катят. Вот не будем так делать. В общем, завершающие мысли у нее. Мы, говорит, раньше у нас была концепция. Она всегда говорит мы, мы, мы от Майкрософта, чтобы ты понимал. Её как бы в 2006 приняли. Ой, в 2016. Но уже мы, мы, полная. Да, то есть ей уже, видимо, промыли мозги. Кстати, я лично. Она, может быть, с его гортанью. Точнее, он с её гортанью связан, как они обычно. С гортаной. Это уже сильно. Да, переборщил, да, немножко. Но у нас 16 плюс шоу, поэтому что говорить-то. Ну, когда с гортанью переборщит, 18 плюс шоу. Ой, ну ладно, ну пусть будет. Я готов даже на 21 плюс. Чтобы расчленить её ещё после этого. Экспрессит. Так вот, раньше какая-то у нас была концепция, чтобы каждый персонал компьютер на каждом столе был с нами. А теперь она хочет, чтобы просто каждый человек и каждая организация на планете, на планете нашей, могли достичь больше. Могли достичь. То есть уже не только на досках, на десках все писюки, а ещё и, видимо, планшеты, там телефон. Кстати, мне вот наш офтальмолог недавно рассказывал. Вот такая история. Да, да. Что всё, все перестали выпускать Windows Mobile. Так в смысле, по-моему, уже и телефонов-то не осталось под... Вот, вот. Что остались, говорит, только какие-то Enterprise решения от HP. Там, где практически телефон-компьютер. Что там чуть ли не в телефоне VGH разъём есть. Его можно сразу в проектор подцепить. И, говорит, в принципе, для некоторых, так сказать, решений ты уже покупаешь этот телефон. И, в принципе, тебе его хватает вообще для всей жизни. Ты дома его, хоп, в монитор воткнул. У тебя, типа, компьютер. На работе тоже его принёс, в проектор воткнул. Ты, типа, с него уже всё показываешь. Ну, это Nintendo Switch, если честно. Вот, типа, Nintendo Switch, только какое-то Enterprise решение от HP. Напишите в комментариях, поправьте меня. Его Владимир Казимирович зовёт. Его тоже поправьте. Косовский. Вот. Возможно, он... Ну, хотя он настолько со знанием дела мне это рассказывал. Что его не поправили. Просто не с хрена, да. Он выходил покурить, возвращался через нас. Ну, это, в принципе, нормальный такой путь. Как бы вот на первом этаже полностью весь коридор пройти. К нам зайти, побазарить и выйти, да. Ну, вот, да. Вот он мне это рассказывал. И я не проверял. Потому что не так уж мне это интересно. За счёт суббота была наша рабочая. Ой. В общем, да. Вот такая вот история от... Как Джульетты, да. Всё правильно. Нам надо с тобой какое-то мнение, хотя бы сказать, просто одной строкой. Мнение одной строкой. Я, вот сразу скажу от себя, считаю, что, в принципе, Microsoft растёт в своём дизайне. И, собственно, это показывает лента, которую создала нам Джульет. Джульет же, да? Да, Джульет. Джульет. Я не против. Были, если честно, позорные моменты. Вот семёрка реально, она как-то странно выглядела. То есть вроде бы... Может, про Висту хотел сказать? Ну, Виста там понятно. Ну, семёрка... Ну, да, нет. Она как бы... Ну, сейчас для меня, просто сейчас для меня семёрка выглядит странно. Её лизнуть хочется, как классические кнопки Стива Джобса. Вообще, фу. Вот. И не знаю, короче. Я не знаю, растут. Да. Я могу ещё вот так сказать. Вот она здесь нам рассказывает, в принципе, не только об эволюции самого дизайна, но и об эволюции самого интерфейса, как прокладки между чайком и компьютером. Что начиналось всё с клавиатуры only, потом добавлялась мышка, потом добавлялся touch. Так. И вот, да, скоро уже HoloLens полный будет, я думаю. Не будет. Ну, как что-то подобное всё равно будет. Может быть, недополненная реальность. Ну, неважно. Так вот, мне до сих пор клавиатура only импонирует намного больше. Может быть, я old fog. А может быть, это действительно просто самый, так сказать, продвинутый способ. Я почему, если конкретно сейчас об этом говорю, блин, ну, растекаемся, но я не могу, это важно сказать. Дальше уже вот будет сухонько просто. Был такой-то факт, там, теракт туда-сюда. Да, пошли дальше. Да, пошли дальше. Да, говно, вско это вообще быстро. F-shaped pattern я уже вижу. Это всё быстро будет. Так вот, просто обещаю вам, что будет быстро, опять же. Ну, да. Я уже забыл, что я хотел сказать. Не забыл. Нужно мне сейчас вот переписывать будет одну программу, очень старую. И уже я начал частично. Уже хожу там, опрашиваю людей. И я просто смотрю, как люди пользуются вот этими старыми программами клавиатуры only. Твою мать, они это молниеносно делают на стрелочках и на цифровой клавиатуре. И просто я понимаю, что вот сделать такой же интерфейс в вебе, блин, это близко к нереальности. Чтобы они так же быстро работали. Они, твою мать, не глядя, это делают. Всё. А по факту им надо завести там вот анализ крови. У него там в среднем 30, ну ладно, 30 утрируют. 11 параметров, там уровень лейкоцитов, говнецитов, там эритроцитов и так далее у тебя. И они это просто за 3 секунды, за 2 набирают клавиатуры. Только таб успевают enter нажимать, вниз, вверх, всё, заполнена твою мать, запись. Как это сделать в вебе? Я, видимо, буду эмулировать тоже интерфейс, который будет клавиатура only. То есть, ну, я сделаю возможность, как бы, ну, я не могу убрать, да, чтобы мышкой это всё делать, переводить из инпута в инпут, там, и кнопку окей, там, далее жать мышкой. Но это, видимо, для каких-то old, new фагов будет, для вновь прибывших, так сказать, докторов, которые будут эти анализы, например, вводить. Потому что, а для этих придётся воспроизвести, потому что, ну, у них и так, как бы, работа, так сказать. Они уже привыкли именно так быстро это делать, и передо мной стоит непростая задача сделать так, чтобы у них немедленнее это было. И вот... Не, ну, передвижение по элементам на странице, ты же можешь как-то задорчить. Ну, вот так придётся. Могу-не могу, а придётся. Потому что, ну, вот, это да. Я ничего не могу сказать, потому что по умолчанию, когда ты вниз-вверх делаешь клавиатурой, она по инпуту влево-вправо, так сказать, смещается. А мне надо будет сделать, чтобы это всё можно было навигацию клавиатуры осуществлять. Я почему-то до сих пор вот балдею. Вот мы, помнишь, с тобой обсуждали там ClubTone.net, где на клавиатуре можно было навигацию осуществлять, и это реально круто. А мы сейчас такие, вау, нихрена. А это было, мать твою, всегда. Это было в DOS еще. И к этому вот лично я, ну, блин, передо мной уже компьютер. Я не хочу, чтобы он весь был такой сенсорный, всё вот это уже. Твою мать, это компьютер, это машина. И я управляю клавиатурой, вот, ну, не знаю. Мне как-то это вот нравится, кажется, так надёжнее. Вот моё такое мнение вот из этого всего, я могу сказать, что всё-таки я, видимо, на том же уровне развития, что DOS всё ещё нахожусь. Да ты, по-моему, не улучшился. И остановился в нём. Видимо, с чего я начал знакомство с компьютерами, на том и закончу. Когда был подростком. Да, да. Ну, окей, чё там дальше? Ник Бомбалеич нам предлагает... Там какая-то деградационная тема. Да нет, почему? Исследуем UX в Скокам. Чувак написал на uxdesign.cc, Кевин Квон, статью о том, как он редизайнил в Скокам. Это уже встак к нашей теме про редизайн Инстаграма. Вот то ли он вдохновился той дамой, которая на фрик-коут-кэмпе написала про Инстаграм, то ли он уже, так сказать, гениальные мысли приходят гениальным одновременно или одновременно, как удобно. В общем, мне, говорит, вот интересно было, я только услышал от своего, говорит, друга, ну, классический, как зовут там вашу тёлку, друг спрашивал, вот там... Вот его друг пользуется в Скокамом, и он говорит, я смотрю, друг фоткает в Скокам, добавляет там фильтр, потом фильтр, фильтрованное фото добавляет в Инстаграм, и в Инстаграме уже докручивает яркость там и так далее. Он говорит, ахрен ли он во Вскокаме не накручивает там яркость, вот это всё, в Инстаграм уже только не пуляет просто. Ну. И он, говорит, поспрашивал и выяснил, что во Вскокаме ни хрена не понятно. То есть фильтр он ещё может с грехом пополам выбрать, а уже настроить Saturation, Brightness и Contrast он уже не может во Вскокаме, уже там ни одной подписи, только иконки и всякая вот дичь просто. А мы-то думаем, почему там девочки так долго настраивают фотки, так часами могут сидеть, чтобы одну запулить? Причём многие девочки и бросают эту затею, и у кого сначала видишь постоянные хэштеги ВСКО, ВСКО, потом уже их нету. Видимо, уже сломались, уже всё. Уже просто в Инстаграме напрямую. Так вот, топ-хайлайт статьи. Multiple icons without labels lead to confusion, frustration, ultimately poor user experience. Бесконечные иконки без каких-либо подписей ведут только к смятению, раздражению. К смерти, я думал так сказать. Ну, слушай. К смятению, раздражению и отвратительному пользовательскому опыту. Я вижу здесь их, и это обосраться, чё. Ну, то есть некоторые, я понимаю, вот кропнуть, например. Ну, это вот... Яркость понимаю, контрастность понимаю. Ну, слушай, вот большинство других не поймёшь. Ладно, не, ну, ладно, хорошо. Так вот, вот, например, три иконочки. Это ты мне уже дальше предлагаешь. Азоус. Ну, это в натуре вот азоус полный. Вот чё? Ну, хотя бы центральное, может быть, понятно? Нет, хотя бы смайлик понятен. Что такое смайлик? Это какие-нибудь стикерочки приклеить. Нет, это профиль. Это твой профиль. О! Вот это, блядь, смайлик. Нет, а чё это за... Угадай слева, чё такое, давай. Ну, это что-то связанное тоже с контрастом. Это лента. Пошёл ты в жопу, я не понимаю, чё, я не понимаю, чё за говно. Вот, вот, вот да. Ну, так. И он говорит, я, говорит, не одиноко. Я посмотрел обзор в СКО, и там всё... The app is stressful to use. Нет, а мне тогда, понимаешь, можно же мастерством обладать чувака, который это всё выучил. Да, это тайное знание, на самом деле. Шаолинь? К сожалению, никто не оценит, кроме разработчиков в СКО, видимо. Ну, просто они хотели задолбать людей, когда это делали. Или они хотели сделать, вот я так хочу, все пошли все в жопу. Я так пишу. Да, видимо, они не хотят денег заработать вообще. Примерно как мы с нашим проектом. Вот. Делаем просто как хотим, и да. Вот он говорит, идеальный сценарий какой. И он здесь нарисовал. Вот Чарльз. А он придумал для себя лирического героя. 19-летний Чарльз. Казуальный фотограф, который на данный момент студент в колледже. Вот это самый популярный пользователь в СКО. Не тёлка, заметь, а Чарльз. Возможно, он гей. Поэтому от тёлки недалеко ушёл. Чарльз фотографирует свой бургер, выбирает отличный фильтр. В этом в процессе делает небольшие изменения. Второе. После того, как фильтр какой-то он уже применил, он уже добавляет saturation, уже, может быть, добавляет какой-нибудь наклон, что-то подобное. И третье. Он сохраняет фоточку и шарит её в Инстаграме через в СКО. Всё. Всем нравится, все very happy полный. Very happy. После этого я, говорит, создавил блок-схему о том, вообще, как выглядит. Вот типа Чарльз, который хочет расшарить крутую фоточку. Первое. Фото уже есть? Если да, то импортировать, если нет, то сфоткать. Красным он выделил основные этапы, которые должны быть во вскоками. Которые должны быть реально понятными и простыми. То есть импортировать уже не так должно быть важно, как непосредственно сделать фото. Потому что, ну, это же всё-таки фото-эпп. Дальше редактировать. Если нету редактирования, то сразу расшарить. Если да, то открыть редактор. Сделать какие-то, внести изменения. Это тоже core принцип. Если уже удовлетворён, то да, сразу расшарить. Если нет, то по кругу применять какие-то изменения и потом уже расшарить. Всё. Расшарить on social media, получить лайки. Ключевая цель у нас самая важная в мире. Это да. Так вот. Я, говорит, юзабилити-тестинг провёл стопудовый. Опросил, говорит, людей. Прямо заставил их вот так. Открыть камеру, понизить, говорит, экспозицию перед тем, как снять фоточку. Потом сфотографировать, добавить фильтр. Это первый шаг. Второе. После того, как добавил фильтр, сделать какие-то изменения, контраст, температуру. Он им просто раздал задание. То есть не то, что сделаете, что хотите. Они, конечно, ничего не захотят. А он прям прописал. Каждый делает вот такое-то дерьмо. Третье. Если вас удовлетворяет, сохраняйте и расширьте в Инстаграме. Всё. Обычный этот. После этого он написал, так сказать, выбрал стикеры, в которых люди ему написали. Точнее, даже не то, что люди. А он сам и видео смотрел, всех сессий, как люди делали, и, видимо, какие-то их комментарии учитывал. Он прям вот расписал на стикерочках, на каком этапе у кого возникли какие проблемы. Ну, вот здесь мы можем видеть. Icons are too small. Hard to press buttons. То есть там вот люди, видимо, деграданты полнейшие. Icons are unclear. Ну, вот это понятно. Icons are confusing. Вот, ну. То есть, кроме этого, там, expected camera to after close. Он думал, что после того, как сфоткает, закроется. Ну, вот есть какие-то. И выявлены pain moments. Здесь по каждому пункту, здесь в данный момент грустная шкала. Чем больше, тем грустней. Тут pain вообще полный. Да. Трое из шести, прям сложно было найти камеру. Шесть из шести всеми отсутствием подписей. На иконках смутились, как мы с тобой. Четверо из шести не знали, что есть какие-то дополнительные опции, типа вот сменить экспозицию до фотки. Дальше редактирование. Тут еще лучше. Шесть из шести нихрена не поняли, что такое контраст, что такое яркость, потому что нету лейблов. Пять из шести нихрена не могли получить доступ к этим фичам, нихрена тоже не понимали. Что касается шейлинга, шесть из шести не нажали не ту кнопку. А там по умолчанию, чтобы ты понимал, одно, это расшарить именно во вско, во внутреннем их дерьме. А у них там тоже есть внутреннее. И только второе, это расшарить где-то там в инстаграме, где-то еще. И все жали случайно расшарить во вско. Так может они так и хотели. И как бы мы-то понимаем, что видимо они так и хотели. Но как бы вот не того должны были они хотеть, по идее. Ну ладно, допустим. Я, говорит, сразу начал крафтить solution прям. Сначала просто нарисовал, так сказать, скетчи небольшие. А потом уже макапы прям нарисовал. Вот чувак время-то просирал. Ну он крутой дизайнер, потому что. Почему бы и нет-то? Так. Вот, говорит, для хоум-скрина я что исправил. Сразу же, говорит, ну по трем пунктам. Первое, надо больше сделать место под камеру. А чтобы ты понимал, ты туда должен кликнуть, вот на вот этот вот прямоугольничек сверху, чтобы снять. Даже и это не очевидно. Это замечательно. Второе, all images, назвал studio. И studio это то, что ты снял. Почему, блядь, просто не назвать все изображения или галереи? Нет, studio. Ну там студии. Они что-то поняли вообще. Третье, global feed, хотя бы он сделал не просто вертикальные полосочки, а вертикальные и горизонтальные. Типа земля и типа, ну, global. Уже понятнее. Профиль он сделал хотя бы человечка твою мать. Не смайлик дебильный. А все-таки вот, ну, профиль классический. То, что у нас ассоциируется с профилем. То, что даже Twitter типа сделал. То есть справа, как ты понял, что он сделал, слева, что было. Ну да. Потому что problem solution. Так вот, дальше камера. Вот проблем. Все настройки маленькие, подписи никаких нет, ни хрена не понятно. Причем самое главное, вот смотри, видишь 6 иконок, да? И они вот, ты понимаешь, да, где я показываю? А какая из них-то конкретно? Тут столько проблемов, сейчас я глянул. Подожди, просто проблем вот этот вот еще. Да-да-да. 6 иконок всего. И их на самом деле там не 6, а твою мать 20. Но они здесь настолько лито стоят, что ты даже никогда не додумаешься, что их слайдить можно влево-вправо. Ну да, ну да. Хоть бы когда одну потушили, притушили, чтобы ты понимал, что вот никто не понимает, что можно слайдить. И про дальше ISO даже никто не знает. И даже те, которые тут есть, без подписи, непонятно, нахрена они нужны, ничего вообще, кого. Вот он solution предложил сделать слева. В самом начале, если ты не хочешь никаких additional этих, то ты и не увидишь. А если хочешь, то вот она кнопочка, ну циферка 1, он пометил, что редактировать можно, так сказать, additional options. Потом их самих, он видишь, white balance сделал пополам, чтобы было видно, что можно слайдить. И третье, когда ты их выбрал уже, появился вот сверху, так сказать, ну панель, как их применять. Ну реально, чувак круто сделал. Дальше опять, проблем. Здесь нету подписи, поэтому непонятно, какие редактирования вообще можно сделать. И как обычно, непонятно, что можно скролить, слайдить влево-вправо, а там их между прочим 22 штуки. А тут их опять же 7, и они лито так стоят, что никогда не подумаешь, что их кроме не 7, там еще там 15 нахрен. Внизу, в самом очень узенькое дерьмо, показывает применить, не применить, отменить. Случайно ее жмешь, видимо, стопудово, но я догадываюсь, что... Короче, это боль, это боль вообще. Вот я не знаю. Видимо, как права купили, только вот приложение купили, возможность сделать приложение. Нет, да они дизайнеров купили, каких-то объявлений понабрали. Да, да. И вот он сразу это предлагает. Лучше, говорит, вообще не это, никаких скрытых меню не делать, есть фильтрс и есть эдит. И где фильтрс, там скролишь фильтры, где эдит, там скролишь настройки, которые уже применяешь. Ну, короче, он, так сказать, немножечко инстаграма сюда приделал. Ну, и там, где галочка и крестик, он их вот так в уголки разнес, чтобы случайно нельзя было уже нажать, там, применить, отменить. Ну, кроме этого, дальше расшарить, чтобы кнопка, он говорит, вот эта вот стрелочка, она вела все-таки на все опции. И паблишту в СКО, пусть она будет самой первой опцией, но пусть это все в одном месте будет, чтобы не было двухраздельных кнопок, а то все не ту жмут. Ну, и в итоге он, опять же, провел заново юзабилити-тестинг, ну, и у него везде 6 из 6, все все поняли, все-все круто сделали, все круто. Он подкупил их, по-моему. Согласен, возможно, уже, да, это те люди, которых он специально нанял. Ну, и здесь у него есть embed, то есть есть просто активный прототип, можно пощелкать, что у него получилось. Я вижу, да. Но, да, чувак крутой, Кевин Куон. Ну, ты и крутой. Высказываем наше мнение. Ты, Никита, в Скокамом пользовался? Ни разу не пользовался. Да, я пользовался. Фильтры там реально крутые. Но, видимо, они фильтры-то наворотили. Фильтры у них делали профессиональные фотографы. Этих они купили нормальных, а на дизайнеров денег не осталось. Ну, ясно. Потому что я почему-то тоже и перестал пользоваться, потому что, твою мать, я просто, ну, я сдался. Очень сложно. Поэтому, блин, Кевину Куону респект. И не только респект за то, что он именно в Скокам редизайннул, а за то, что, в принципе, он как раз вот этой воспользовался методикой. Редизайни сам, не жди, пока тебя подопнут поджог. Что он заморочился, да. Да. Дальше у нас два бабича. Первое – это все читают по F-ке. То есть… И все, и как бы все. Согласен, да. А второе – это то, что у нас везде теперь конструктора, визарды и так далее. Все, идем дальше. Ну, ладно, углубимся чуть-чуть. F-паттерн – это то, такой… Это то, про чем мы говорили сто раз, кстати говоря. Кстати, да, почему бы и нет. И это все говорится о том, что пользователь читает как будто бы по букве F. То есть сверху он читает всю горизонтальную линию, и чем ниже, тем менее горизонтальная он читает. Тем больше он уже… Скатывается, я сказал. Скатывается, да. И проглядывает глазами только по вертикали. NN Group на самом деле популяризировали это явление, потому что они провели просто исследование, банально, там будет дальше скриншот из их исследования, что больше, чем 200 пользователей из тысячи, они именно вот… А, точнее, нет, больше 200 пользователей и более тысяч страниц они проанализировали, чтобы нам это заявить. Так вот, первая строку, почти где-то всегда первая… Первое, что вот пользователь читает, это по горизонтали оглядывает шапку, так сказать, или там меню ваше, вот что-то подобное. То есть он реально проглядывает почти всю строку. И дальше, чем ниже они переходят глазами, тем меньше они читают по горизонтали. Они уцепляются за какой-то заголовок, прочитывают его и идут дальше вниз, вниз, вниз. То есть нужно понимать, что самое важное у вас должно быть слева, и по возможности чем выше, тем лучше. Потому что вовлечение пользователя, оно вот падает ровно так. И здесь вот как раз скриншот, это вот карта теплоты, так сказать, тепловизор, как именно пользователи переходят вниз. Вот она наглядно нам демонстрирует такие буквы «Ф», так сказать. Почему нам нужно это использовать? Ну, потому что это вот природное так делать. То есть, ну, как я уже говорил, с этим нужно жить. Видите, пользователи редко, когда полностью все читают. Вот если у вас все ваши вовлеченные пользователи читают все, то вы счастливчик. Согласен. То вы, возможно, один пользователь всего, и вы не читаете. Да, возможно, да, и ваша мама. Вот мамка, я бы даже сказал, которая толще, чем вся планета. Все шутки сразу американские. Так вот. А в остальном же нужно понимать, что F-паттерн – это суровая реальность. И вот здесь, на примере CNN, например, вот от одного до двух у них находится главный заголовок. Здесь же Ким Чен Ын с Трампом, то есть, ну, тоже двое главных, так сказать. И справа по этой же линии Top Stories сразу же, потому что пользователь читает всю горизонталь, и он может увидеть и главный заголовок, и Top Stories, и со всем ознакомиться. Дальше чуть-чуть вниз, после фоточек, хоп, под заголовок. Trump. If China won't solve North Korea, we will. И мы дальше уходим, и дочитываем, как бы, Top Stories по линии. И дальше уже только заголовки тоже смотрим, сканим и так далее. И Бабич, опять же, если вот его статью посмотреть, он как раз так нам с заголовками и разделяет. Все, чтобы мы F-ками читали, сканировали и так далее. Так он да. Поэтому он нам сразу рассказывает, как использовать этот паттерн. Первое, нужно приоритеты расставлять и приоритизировать весь контент, то есть, разбивать на заголовки, на логические. Потом приватизировать его. Согласен, да. Set initial expectations. Нужно, в принципе, в первых двух параграфах уже все важное описать. Так. Чтобы пользователь, просканировав уже их, прочитав их полностью, понимал, о чем будет статья. И либо ее читал, либо не читал дальше. То есть, зависит от того, насколько вы его смогли заинтересовать. После этого вот заголовок. Дизайните для сканирования, а не для чтения. То есть, обратите внимание, что пользователь будет пробегаться глазами. Поэтому все абзацы должны в самом начале включать в себя увлекательные, увлекательные слова. То есть, вот прям громкухи у вас там должны быть. Не высосухи, а громкухи. И да, все прям по одной идее в один абзац суйте. Чтобы если эта идея в виде заголовка понравилась пользователю, он вот один этот абзац прочитал, удовлетворился, и уже, ага, меня здесь не обманывают. Что написали, то и это. Я дальше буду читать. Не сливался уже там на серединке. А да. Также используйте сайдбар. Причем, ну, сайдбар, как понятно, должен быть сверху. Ну, то есть, если по горизонтальным линиям смотреть, то примерно между первой и второй линией у вас должны быть самые основные элементы в сайдбаре, потому что за них тоже цепляется глаз, и там пользователи ожидают что-то увидеть. Вот, например, здесь... У нас, например, поиск на сайте, на uvdesign.ru. А это правильно. Что ты понимал, поиск, это же важная вещь. Тема. И тема, и вещь. То есть, это ж... Он, может быть, даже и больше, выше должен, на самом деле, быть. Но да, у нас там и им пользуются, я тебе скажу. Судя по Яндекс.Метрике. Так вот, Related Articles. У него здесь он показывает теги какие-то и так далее. То есть, нужно... Там тоже пользователя немножечко интересовать. Если он по горизонтальке-то дотуда дошел, он должен видеть какие-то вещи, чтобы он там не повис и упал вниз в отсутствие, так сказать, сайдбара. А вот да. Избегайте, говорит, скучных каких-то шаблонов, потому что хоть пользователь и читает по букве F, если будут одни только так вот заголовочки, то ему это быстро примелькается, он уже сквозь них начнет. Поэтому нужно иногда прерывать этот порочный круг. И вот здесь у него на Toots+, заголовок, заголовок, потом хоп, на всю ширину, типа рекламки. Типа какие-то иконочки. Да, 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 да. И типа вот вы используете иногда необычные элементы, чтобы как-то немножечко замыленный взгляд-то взбодрить пользовательский. И да, поэтому... Я сейчас, кстати, хочу сразу сказать, это даже не мое мнение, но как бы это просто от меня сейчас мысль, которая мне пришла. Это будет как мое мнение, просто насрать. Подискутируем. У меня такая проблема, извините, у меня проблема. Я пропускаю заголовки. То есть я открываю статью и не читаю заголовок. И потом я первый взгляд прочитываю, блядь, да про что я читаю там, мужики? Поднимаюсь, а там, ну реально, как увеличили. Не, ну там реально какой-то заголовок. Я себя ловлю на мысли, что я заголовки стараюсь пропускать, как рекламу. Ну ты какой-то неправильный пользователь. То есть я не по F читаю, а по такой вот урезанной F, по маленькой S, возможно. Я не знаю. Ты по маленькой читаешь, Никита? По B, по маленькой B я читаю. Ну, возможно, это психотерапевт. Возможно, это лечится, я надеюсь. Я тоже так думаю, но вообще я-то по F все-таки. Ты читаешь сначала заголовки. Конечно, ну чтобы понимать, что передо мной. Возможно, я на заголовке уже и отвалюсь, чтобы даже вот пузико B не начинать читать по тебе. Хорошо. Поэтому тут... Я не знаю, как высказать свое мнение. Я прям всецело согласен. Просто в попу хочу подуть Бабичу за эту тему. Понимаешь, что... Я уже понимаю, что у нас уже началось. Так. Суть в том, что... Суть в том, что это... Бабич же это тоже не с потолка берет. Это F-ка. Ее уже слышали еще в Древней Греции. Ее заездили. Прямо вот как в проститутку старую. Прямо уже вот эта F-ка от нее разит. Я почему по B читаю? Потому что Бабич. А, B значит Бабич. Согласен. Круто, круто. Как B значит Виндетто. А вообще снова началось. Это уже у нас началось. Я вспомнил ролик. Был какой-то ролик смешной на Ютубе. А может быть даже и на ВК. Так. Пожалуйста. Там про Гарри Поттера там шрамбарит. Снова началось. Ну и там запуплено как бы смешно. И да, там ах, ах, ах. Вот всякое такое. Хорошо. Давай еще Бабича. Да. Второй Бабич. Мне не хватило. Давай. Надо догнаться. Согласен. Еще Бабич. Wizard Design Pattern. Не Wizard, который Мартина Гаррикса. Который Гарри Поттер. Опять же. Мы сейчас видишь. Ух ты, блин. Оп. Бабич знал, что у нас именно так это все выродится. Под нас делают уже темки. Я напоминаю, я хотел одну перенести. Но вот как вот получилось, что уже и не перенесешь. Она уже настолько плавно вытекает одна из одной. Ну давай, Wizard. Что уже я сам тут вытекаю прям. Про Мартина Гаррикса никто не знает. Может дальше сразу говорить. Согласен. Нет смысла разматывать именно вот этот кусочек. Так вот. Я к чему? К тому, что надо понять, что такое Wizard. Wizard это помощник в данном случае. Тот Wizard, который я вам помогу установить программу. Далее, далее, готово. Вот этот Wizard. Ну это, да, это как бы этот. Как помощник. Я не знаю, как это было. Бог из коробки. Гэндальф. Блин. Все, сильно пошли. Тоже никто не знает, как Мартин Гаррикса. Ты что? Бог из машины, простите. Все, давай. Ну я-то тебя понял. What is a Wizard? И собственно вот она есть, что... Блин, я вспомню, как нам... Ванька или кто нам рассказывал про это? Про бога из машины, да. Да, что-то такое. Что-то круто, сильно. Что такое Wizard? Это появилась в 95-й винды. У нас перелинковочка между темками. И там появилось прям вот, что... Вас, так сказать, помощник по шагам. Здесь самое ключевое, это шаги. По какому-то этапу ведет, для того, чтобы вам проще было. Вот Wizard нам помогал установить программу, чтобы нас это не обескураживало. Потому что, вон смотри, там компьютер, 5 дискет, диск, блокнот. Целое дело было раньше установить приложение, и Software Installation Wizard нам помогал. И Next, Next, Next нам нажали. А далее, далее готово, да. Не, погоди, погоди, погоди. А мы сейчас что будем делать? Ну, в смысле не делать, а нам сейчас что Бабич будет советовать, как сделать Wizard? И когда Wizard нужен, а когда нет. Во-первых, Wizard упрощает нам задачу, потому что разделяя и влавствую. Вот мы разделили на шаги, на этапы, и повлавствовали сразу. Но не нам, а пользователи. Нам ни хрена ничего не упрощает. Да и нам тоже. Знаешь почему? Потому что больше пользователей дойдет до конца. Значит, нам уже упростилось все. Ну ладно. Меньше надо покупать кликов. Закупать тарфу. Да, да. Мы убираем гнет этого, принятия решения от пользователя с помощью Wizard. Потому что цель такая, не заставляйте меня думать, просто скажите, что сделать дальше. Поэтому, когда нужно использовать Wizard? Есть несколько вариантов. Если пользователи хотят достичь цели, у которой много шагов. Ее реально уместно разделить на Wizard. Чтобы ты понимал, на Амазоне покупка, она как Wizard сделана, пошаговая. Ну там базар нет. Там все стиль такой 95-й. Конечно, и не только там. На самом деле вот в Фейсбуке создание группы, она тоже через Wizard идет. Сначала Basic Info, потом Upload File, ADD Social, Markup и так далее. То есть есть определенные места, где нынче используются Wizard в вебе. Когда он не поможет нам? Когда задача не очень сложная? Какой смысл ее разбивать на какие-то эти шаги, если она и так не сильно сложная и как бы интуитивно понятна? Когда ваша аудитория и так достаточно продвинутая? В принципе, достаточно продвинутая аудитория, ее бесят Wizard. Ну вот, например, объясняю просто пример из ПО. Я вот часто хочу изменить место расположения, куда будет что-то устанавливаться. Wizard мне же это не позволяет сделать. Хорошие Wizard предлагают, типа, typical решение или advanced, или там продвинутый, или там какой-нибудь... Ну, advanced чаще всего используется. Ты ее выбираешь, и там уже можно выбрать, куда установить. Убрать Яндекс.Бар, Google Chrome, Winamp. Я еще из той, так сказать, эры, когда Winamp помнится. Возможно, сейчас его не знают, как Мартина Геррикса примерно. И как бог из машины. Ну, в общем, да. Понимаешь, я тоже хотел бы сказать, есть некоторые... Даже программы были, по крайней мере, типа, Nero Start Smart. Там было несколько. Типа, ты когда запускаешь ее с Wizard, она тебе просто говорит, чувак, просто наешь болванку. Да. А другой вариант, ты запускаешь advanced, и там можно там нарезать так, нарезать так. Конечно, там уже прям открывался чуть ли не Office 2003, с вот этими кучами панелей, кнопочек и так далее. Да, там SoundDG сразу. И вот если вы хотите обучить еще кого-то, то тоже Wizard не используйте, пусть тыкаются сами. И мыкаются. Да. А вот дальше он нам говорит, какие хорошие Wizard, если уже его используете, как сделать их хорошими? Ну, во-первых, количество шагов минимум должно быть 3-5, 10-шаговое, это уже не Wizard, это уже мучение. Потом Purpose Wizard должен быть... Это Dark Wizard. Да, согласен. Purpose Wizard должен быть просто понятен. Ну, то есть, вот он нам предлагает какой-то Home Site, Home Insurance, и ты заходишь на первый шаг, и ты даже не понимаешь, что ты делаешь уже. Нет общего заголовка, типа, покупаем квартиру. Там сразу же увидите адрес, город, штат, что, кому, даже не понимаешь, что от тебя хотят, а должен. Кстати, когда... Ну, ладно, сейчас я доскажу темку, и уже потом у меня будет как-то лирическое отвлечение про Wizard. Второе, удалите лишние интерфейсные элементы. Ну, то есть, нужно пронумеровать шаги, показать эти шаги сверху, или как ленту времени, или как что-то еще, чтобы понимать, куда двигается, сколько еще шагов, сколько уже. Выделить нынешний шаг, чтобы пользователь понимал, где он сейчас твой это. А если успешно прошел зеленым, там его подсветите. Финальное сообщение, типа, все стопудово круто, вы, кстати, ввели такой-то адрес, такую-то кредитку, точно хотите там продолжить, далее, далее готово. Вот эти вещи, здесь есть картинки подтверждающие, то, что я сказал, так и надо делать. Ну, тут я не знаю, что это за интерфейс. Что это, вот это вот голубенькое entry mapping какой-то? Ну, вот Raj Shrestha какой-то, вот у него ник взял эти скрины. Кто он, что он, похрен мне. Choose good defaults. У многих шагов уже должны быть какие-то предзаполненные варианты. Например, если мы говорим об установке ПО, то базовое расположение уже должно быть написано. Типа там cprogramfiles slash Nero, опять же, если твой пример использовать. То есть, да, те, кто хотят изменить, они и это изменят. Они просто сотрут Nero и напишут там my fucking good Nero super. А те, кому нет, они просто далее нажмут уже с дефолтным вариантом. Поэтому хорошие дефолтные варианты должны быть. Provide cancel button. Должна быть отмена. Должна быть возможность отменить, вернуться на шаг назад. То есть, если это какое-то веб-приложение, вы субмите все в самом конце. Держите это где-то там в local storage или где-то еще. Субмите только в самом конце, потому что иначе вот пользователь вдруг на пятом шаге примерно захочет вернуться на первый, сменить квартиру. А уже похрен, вы уже в ту отправили. И только бабок от него уже ждете и все. Как в McDonald's. Ты еще не расплатился, а написано, мы уже начали готовить ваш заказ. И ты такой хоп, не расплачиваешься, и кто-то стоит, ааа, номер 75, ааа. И она сама его берет, съедает просто и все. Allow undo for each step. Ну да, отменить каждый шаг, это уже мы сказали. Provide summary of choices, то, что я уже сказал. В конце должен быть, вы выбрали вот это, 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 точно. Собственно, в McDonald's как раз визард вот в этих панелях. И он довольно-таки неплох. Ну, хорош. Особенно вот эти вот, выбираешь картошку, тебе сразу соус предлагают выбрать. Это он плох. И влажную салфетку за 2 рубля. За рубль там сколько она стоит. Ну, какие-то реально копейки. Но зарабатываешь же, черти. Конклужен. Визарды нужны, визарды важны, но в меру и в нужные моменты. Я полностью согласен с Бабичем, если говорить о моем мнении. По матеше я тоже согласен. Не о чем даже сказать, добавить. А по поводу визардов я хотел лирическое отступление. Я, по-моему, уже говорил тебе. Возможно, даже в подкасте. Была такая старая досовская игра, Hocus Pocus. По-моему, что-то было. Hocus Pocus DOS Game. Я вот такое введу. И там еще мы с тобой выяснили, что... Да, ее сделал разработчик Moonlight Software. И по бреду Moonlight Software это чуть ли не... Ну, короче, сейчас. Я прям... Если где-нибудь... Он даже в Стиме есть, мать твою. Я не уверен, это, правда, та же самая игра. На GOG, я думаю, тоже должна быть. Да, это та же самая игра. 1 июня 1994 года выхода. Moonlight Software. Блин, блин, блин. Тоже чужие... Нет, это чуть ли не дерьмо. Я думаю, это чуть ли не компания, которая потом уже куда-то далеко пошла дальше по Филу Шиллеру, но нет. Очень классная игра. Там как раз про визардов, про чувака, который пришел учиться в школу волшебников. И только в конце выяснил, что она вся прогнила, и он в итоге всех убил там. Ну, то есть он избавил эту школу волшебников от древнего зла, там, от говна. Ну, короче, это круть. Это прям реально круто. Просто я понял, на что ты, скорее всего, намекаешь, куда дальше пошла. По-моему, очень похожее название у той студии, которая потом Биошок стала делать. Ну, что-то вот такое. Ну, нет. Или Биошок, там, Систем Шок, они все разделились и там досвидос. Я не их имею в виду. Была компания, которая Дюну сделала. Дюну 2000. Дюну 2000. Сейчас напишу. Вот так бабич-то превратился. Вестфуд Студиос. Вот. Вот я про эту компанию. И Вестфуд Студиос сейчас в Википедии, они уже закрылись, к сожалению, в 2003. Но они изначально делали вот Дюну 2, Дюну 2000, битву за Дюну. И потом в итоге Легенду Киранди все сделали. И Нокс. Вот я вот про них. В основном, в конце концов, загнулись уже. И просто... Но она... Command & Conqueror они начали все делать. От Тибериан Дон до Ренегейда. Тибериан Сан, я помню, был. Возможно, Тибериан Сан между ними. То есть они много реально топовых мировых игр сделали. Потом канули просто в лету. Но, что характерно, они, кстати, даже в книге рекордов Гиннесса за продажу более 10 миллионов копий Command & Conqueror по всему миру. Больше никто из них не продался. И самое главное, что-то я читал, что кто-то из них до сих пор трудится просто в других компаниях. Так и есть. Я думаю, они все просто разбежались по всем Blizzard. Вот была перекуплена Electronic Arts в 2003 и закрыта. Ну, они просто их, короче, просто закрыли их, и все, и в Электрониках они теперь все. Ну, вот я посмотрю, Брэд Спери, например. Прямо вот надо, да, сейчас это надо смотреть. Ну, пожалуйста. И сейчас, в 2009-м, он перешел в Jet Set Games какой-то. Они уже какое-то для iPad'ов, iPhone'ов делают дерьмо. Не по Blizzard'ам, к сожалению. А Луи Касл просто, он уже живет в Лас-Вегасе со своей семьей. Ну, нет, Зинга какой-то, VP of Studios. Ну, это уже, они, видимо, просто разошлись. 9 марта 2017-го года, то есть месяц назад, he became the head of Amazon Game Studios Seattle. О! То есть он твичовский пацан? Видимо, да. Ну, ты просто вот перекинься, как он в 2011-м уже выглядел. Да. Через 6 лет, сейчас он уже просто какой-то противный дядька в галстуке, так скажем. Ну, вот я думал, что Hocus Pocus это тоже Westwood Studios, нет. Но игра просто катастрофически классная. Напишите в комментариях, если вы тоже это. Если вы прям, возможно, я уже прям в подкасте тоже об этом говорил, я уже не помню ни хрена, но неважно. Вот так у нас дизайн закончился. Отлично. Сейчас светские новости. Они будут как такая горка, но не беспонтовая горка, как в клинике, а такая горочка, такая легонькая в разработку. Смотри. Первая тема. Она у меня обозначена в слайке, как надо понять, что тут за говно. Я понял. Я просто, я вижу, что хороший новостной повод, я когда эту тему готовил, но мне так лень было вот самому сейчас вникать, я просто на тебя, тем более там по-русски, я думаю, стоп-дово. Там тем более strella.com slash unsplash вообще не по-русски ни хрена, но тем не менее. Нет, ну у меня именно охватите взглядом всю картину с новыми фонами. У меня по-русски написано. А, у тебя. Я-то просто даже не такое вот на вот это вот все не заходил. Я прям, чтобы нормально. В смысле, у меня именно на trella.com slash unsplash, у меня там по-русски. А, нет, у меня там set the big picture with the new trella. Ну, перекинься, перекинься. Опять же. У меня просто тут именно переведено. Ну, возможно, ты уже переводишь именно в браузере. Вот да, нет, нет, нет. Ладно. Короче, суть какая. У меня эгей-творец. Вот так вот. Так вот, эгей-творец. Суть какая. Все просто, на самом деле. В наших любимых двух сервисах, по сути, да, я сейчас расскажу. Trella – это тот самый сервис, который мы очень давно по нему сняли ролик. И вы очень много кто зарегистрировались по нашей реферальной ссылке. И поэтому у Сани был голд-аккаунт там в течение 12 месяцев. Trella – это сервис для, типа, задачи, записать задачи, как обычно, что я буду делать там в этом борде, в этом борде. В общем, короче, как это правильно называется, Сань? Таск-менеджмент. Ну, типа, таск-менеджмент, окей. Вот, это Trella. Unsplash – это, собственно, ресурс с фотографиями, у которых лицензия… Они распространяются по лицензии, там, ГПЛ, ГПЛ, да, Creative Commons, да, ГПЛ, извините. Вот, и вот эти два, как бы, ресурса, они в коллаборации дали то, что теперь можно в Trella, в своих бордах, делать картиночки с Unsplash'а. Просто фоны, просто брать и открывать. Причем, любые фоны, абсолютно, там есть поиск, сейчас Саня покажет, он просто моет посуду в данный момент, чтобы вы понимали. Просто берешь, открываешь, говоришь… Не моешь посуду, Сань подсказывает. Да, и прям вот вписываешь, например, компьютер или там техник, я не знаю, что-нибудь такое там. Мун, например, мунлайт. И тебе такую картиночку предлагают, потому что там просто с Unsplash'а берется, и ты спокойно ее ставишь на фон. Для этого не нужен голд-аккаунт, господа, это все бесплатно, спокойненько. Я не знаю, зачем они друг с другом начали работать. То есть, наверное, это… Дальше мы скажем, почему… Дальше… Или мы скажем, или мы не скажем… А, мы скажем немножко про Unsplash. Возможно, это вот следствие того, что мы скажем. Но, тем не менее, вот такая фича. Так, я снова здесь. Че мне надо? Отведите меня в Trella, я жму. Зайди просто в любой борт свой, который беспаленный, не там, где мы деньги считаем, например. Блин, а… Есть у тебя такой? Создай новый. Есть борт прост. Вот прост. Так. И там справа в менюшке сразу… Есть сменить фон, есть фотографии. Вот. Я просто уже пробовал, да. Здесь есть то, что нам предлагают сразу. Я так понимаю, это с главной Unsplash, скорее всего. Там маяк какой-то. Ну да. Что-то подобное. Да, сразу же меняется. И есть поиск. Например, Moon, да, ты говоришь? Ну давай, если будет. Или Mountain. Mountain. Да хрена, Мунов, Mountain. Ну-ка, сейчас по-русски попробуем. Ну вдруг. Mountain тоже работает. Луна. К сожалению, поиск не дал результатов. К сожалению. Nude. О! Одна только фоточка, никакого nude. Naked. Ну-ка. Boops. Вот где naked, там реально есть. А boops есть? Противное дерьмо. Boops сейчас посмотрю. Пожалуйста. К сожалению, не дал. Tits. 18+. Tits есть. И там три синички. Там три синички. Видимо, синички – это как-то с Tits созвучно. Сits. Короче, суть не об этом даже. Это, конечно, всё классно. Это всё, конечно, замечательно. Но, кроме этого, у Трелла другая инициатива. Или это он… Нет, скорее это у Трелла, чем у Unsplash. Но, так как это коллаборация, господа, то вникайте. Если вы вдруг сделали крутые фоточки, вы можете на благо Трелла и на благо Unsplash зарегаться на Unsplash, если вы там не были ещё ни хрена. И как бы поучаствовать в конкурсе на бэкграунд, на лучший Трелла бэкграунд, который они потом добавят в эту коллекцию. Во-первых, в Трелла можно будет вас выбрать. И вас, скорее всего, закрепят на хоумпейдж Unsplash. И, короче, вы вообще можете быть крутым пацаном. Ну, 10 счастливчиков конкретно таких будет. Это не то, что автомобиль, но какая-то слава у вас будет. Сувениры от Трелла плюс Unsplash. 200 лайков, да. Вот так, это первая тема, какое-то говно, в котором мы разобрались. Дальше две темки, которые слияние в одну, коллаборация темок. Мне понравилось это слово, я буду его использовать теперь всегда. Так я буду выглядеть всегда. И, короче говоря, это тема про то, что Твиттер замутили такую Тиму в контре. Нет, просто тему такую замутили. Твиттер-лайт. Они говорят, мы представляем Introducing Твиттер-лайт. Прямо у себя на блоге об этом говорят. И, оказывается, Твиттер-лайт это не что-то отдельное. Это прямо вот mobile.twitter.com заходишь, и он уже у тебя Твиттер-лайтный. Значит, что они конкретно сделали? Вот в первой статье, ты открыл первую статью? Как мужчина. Угу. Просто они рассказывают, что мы заметили, что у нас повысилась доля людей, которые с телефончиков, со смартфончиков. 3,8 миллиона. Connections в 2016-м было. Это, говорит, 45% из них имеют очень плохой Connect 2G. Да. И, говорит, надо что-то делать с этим. А у нас мобильный Твиттер, им не нравится, похоже. Вот я вот, по прочтению этого всего, они как-то, получается, отрешаются от своего приложения Твиттер. Именно приложение. А вот выбирают путь Твиттер-лайта этого. Потому что Твиттер-лайт... Могу объяснить тебе просто конкретный кейс. У меня есть iPod Touch первого поколения. Приложение Твиттер туда не ставится уже 10 тысяч прошивок назад, потому что там надо минимум iOS 9, а там страшно iOS 3. И, чтобы ты понимал, я раньше спасался только... А я именно им спасался, да. m.twitter, ну или мобайл, я не помню, как там... Но потом даже он уже тормозил, просто потому что там, знаешь, оперативки типа там 100 метров. Какие? Может, даже не 100, я не знаю. 54 мегабайта оперативки в нем. И банально просто браузер вешался, когда на Твиттер заходил. Причем с начала где-то года до 2013, может быть, 2014 еще было нормально. Но в 2016 уже все, уже наглухо вешалось. Хотя вот Facebook еще работал. Там у них какой-то, знаешь, текстовый Facebook практически как квесты включался и работало. А Твиттер уже нет. Вот, возможно, новый этот мобайл Твиттер уже опять будет работать. Я еще не успел попробовать. Надо попробовать по приколу. Но на самом деле это хреновина, она работает везде очень быстро. Я попробовал. Но она и так быстро работала, по сути, да. Но тут что-то вообще молниеносно. И, короче, они ускорили. Они там пишут в ее же высаживание на 30% быстрее у нас все. Мы, короче, переписали. Мы дальше посмотрим по технологии. Мы пойдем дальше, глубже. Да. А пока просто я вот общая картина mobile.twitter.com. Заходите, пробуйте. Действительно, фаста. Стронга. Мне прям нравится. А он работает в браузере в обычном? Да. И самое главное, что, знаешь, что? Там можно делать. Мы-то этого не увидим, потому что в браузере он, по-моему, перекидывает тебя. Там можно нажать на профиль. На иконочку профиля. Да ничего он не перекидывает. Работает прям вот именно так. И там можно нажать вот этот Data Saver, так называемый. На русском он называется типа экономия трафика или как-то так. Короче говоря, эта штука, она не будет тебе загружать ни одной картинки, пока ты сам не кликнешь по картинке. А, ну это нет. Это, к сожалению, да. Как бы интерфейс есть, но Data Saver никаких не вижу. Сейчас попробую с телефона. Да. А когда ты уже кликнешь по картинке, он тебе это сохранит в память телефона. И потом, впоследствии, ты можешь в оффлайне смотреть, просматривать эти картинки. Возможно, еще что-то с ними делать на этими картинках. Так. Вот такой вот Data Saver. То есть это очень крутая тема, которая экономит тебе трафло изначально и потом может тебе это проигрывать в оффлайне. Смешно, но мне не зайдено в телефоне. Я заходил сегодня специально, мне пришло, опять же, сообщение на почту, что мистер, к вам заходят вы точно, это вы или не вы гли это. Вот я пробовал сегодня реально по приколу. Дальше они еще говорят, господа, ну вы же понимаете, что твиттер, mobile.twitter.com можно же добавить себе на рабочий стол телефона вашего, например. Да. И это будет как отдельное приложение, по сути, если вам удобно заходить не с браузера, а сразу с иконочки. У меня двухфакторное, как люблю. Мы, говорит, мы, говорит, это, мы постарались, мы сделали push notification, мы сделали pushy, мы сделали все, короче, чтобы mobile.twitter.com. У меня опять нету трафик сейвера. Тот самый твиттер лайт. Ты точно у тебя он был? Да, да, у меня был. Ну-ка. Ну вот я захожу куда-нибудь. Никуда-нибудь, надо санька. Мне Никита говорит, надо санька назад, вы не слышите, без микрофона. А, на свой, на свой профиль-то, понятно. Все, все. Я-то на профиле других людей жал. Давай, на профиле других. Сейчас я тогда покажу людям, да, есть экономия трафика, действительно, даже на десктопе у меня тут. И да, загрузить изображение, ё-моё, блин, инновации. Вот, так что все, тут все, и push notification. Короче, это полностью, по сути, рабочее приложение твиттера, только очень легкое, очень быстрое, задизайненное такое в белом, абсолютно минималистичном стиле. Оно даже не противно. Табом можно между твиттерами перемещаться, я их люблю. Да, то есть они, в принципе, они гении. Идем дальше, сразу смотрим вглубь. А что же они сделали для того, чтобы быть гениями? Следующий пост. How we build Twitter. Энтером не открываются твиты. Ну, а то ты бы уже охренел. Ну, да. Говорит, как мы сделали? Написал, написал чувак, как сделали. Говорит, мы очень вообще впечатлены тем, что все пользуются, собственно. Надо, говорит, что-то делать с этим. Надо, говорит, чтобы все работало круто. И мы, говорит, начали использовать. Переписали, видимо, вообще все с нуля. Вот чуть ли не все с нуля. Саня просто в этот момент давит прыщи, пока я так рассказываю. Ну, почему бы и нет, да. Прыщая абсолютно серьезным лицом. Я напоминаю, час ночи в Челябинске. Да. Короче, говорит, с нуля все практически переписали. Тут это, кстати, не написано. Возможно, не с нуля. Я вру. Но технологии самые новейшие. Мы, говорит, что сделали? У нас полностью на клиенте JavaScript крутится. JavaScript application. Клиент-сайт JavaScript application. Используем Node.js сервак. Я так чувствую, на iPod Touch первым-то не попрет. Ну, написано Simple Node.js сервак, говорит. Ну, посмотрим. Вот. Говорит, и там он нам что? Там ничего не происходит на нем, по сути. Там, говорит, ты туда... Да, всего-то React, Redux, Normalizer, Globalize, Babel, Webpack, Jest, Webdive, EO, Yarn. А так ничего сложного. Они начинают трясти своими технологиями дальше. Вот прям реально. Как будто у них это вот прям гордость. То есть React, Redux, Normalizer, Globalize. Они даже описывают, что они с помощью этого делают. Значит, Node.js сервак спокойненько просто, говорит, аутентификацию получает. И отдает все, что надо. Там очень быстро все. Прям молниеносно. Значит, что они делают? Говорит, рассказывают. Мы все берем. У нас все. ECMAScript 2015 and Beyond. Beyond Good and Evil. Да. Говорит, все это компилируется с Babel. Все это запаковывается вебпаком. Дальше, короче, через Normalizer все это прогоняется, процессится, значит. Все дублицирующие данные убираются. Там, короче, у нас хай-тек, да, свидос. Все это, короче, UI полностью на React, отдельные компоненты. Короче, все, там несколько сотен у нас компонентов. Так все прям классно. JavaScript полный. Говорит. И вот с помощью вот этого всего нового. Дальше, кстати говоря, еще есть описание неких технологий. Ну, это технологии, которые нам говорят о том, что есть оффлайн, у них некий режим. Потому что используются сервис-воркеры, базы данных. Ну, это вот в тех браузерах, в которых они, конечно, есть. Да, это браузер у вас сам на клиенте, индекс DB, он хранит у вас всю хреновину. Вот. Дальше, что, короче, у нас есть. Мы, говорит, сделали специально для дурачков кнопочку retry, если что-то не подзагрузилось. Это совсем плохой интернет. То есть, вообще, в принципе, сделали очень гибкое приложение для всего. Чтобы вот не приложение, а, по сути, сервис. Mobile.twitter. Дальше, дальше смотрим. Что мы сделали еще? Сделали, чтобы быстрее загружалось. Просто вот они там хвалились, что там за 5 секунд на 3G. Ускорили на 30%. Еще лучше сделали. До 5 секунд. Да, до 5 секунд. И это они считают критичным. Что вот именно на медленном 3G до 5 секунд, это реально круто. Поддерживаю их. Да, рендеринг. Обзац с рендерингом. Здесь тоже какие-то там дикие API используются. Короче, вообще охренеть. Вот. Опять же, Data Usage. Ну, здесь рассказывают про то, что они практически ничего не используют. Для того, что... То есть, короче, вот этот Data Saver Mod. Который тот самый, который мы с тобой попробовали. Так. Он охрененно работает. Базара нет. Можно нажимать. Да, маленькие заблюренные превьюшки. Подгружаются только это. И, кстати, скажу так. То, что подгружается, оно тоже зашикалено. До свидоса. Вот на ноутбуке видно. На телефоне, может быть, не так будет видно. То есть, совсем плохое там дерьмо. Ну, не совсем плохое. Слушай, если я зашел уже на мобильную версию, я такого и хочу. Да. Кстати говоря, ты можешь уже сразу смотреть, еще не загрузившись, посмотреть, сколько весит картиночка на всякий случай. Типа, под катом. А это, говорит, мы как делаем? Легко. Мы, говорит, просто head вот этот запрос, request посылаем. Ну, заголовочек. И понимаем, да, сколько весит. Это прикольная тема. То есть, они даже тут намекают, понимаешь, они тут выеживаются везде, что у них вообще ничего не ходит там. Там реквестов нет, ничего нет. Все быстро. 1-3% размера их обычного приложения Twitter Lite занимает. О, да. Я считаю, прям достойный результат. Здесь, опять же, дальше говорится про то, что дизайн у нас, все классно, эти все те самые компоненты редукса, которыми они выеживали, все классно у нас. Looking ahead полный. У нас там HTTP... Ждут они, что внедрят HTTP 2, GraphQL и альтернативные форматы компрессии. Видимо, вот то, что... Как там был-то Google, который представил? Гуизли. Гугрецли. Просто знаешь, что я хочу сказать? Ну-ка. Вот по всему, по вот этому. Так. Все очень круто, клево. Я заметил, что они начали, так скажем, опять же, коллаборироваться. Я сегодня использую это слово по полу. Так, так, так. Коллаборироваться с Google и с Facebook, по сути. Потому что раз, GraphQL, это же Facebook. Не готов ответить, наверное. А ты вот зайди заново в mobile.twitter.com. Зайди. Сейчас я на GraphQL сначала зайду. Зайди-ка. Давай-ка. Да нет вроде, так сказать, каких-то этих, что вот это Facebook. Ну ладно. Окей. Пока Facebook. Facebook, забирай обратно слова. Да, Facebook open source, твою мать. Не забираю. Ты как-то уже это, сильно круто знаешь. Так нет. Да нам чувак же нас засрал один раз. Говорит. Да вы что, GraphQL не знаете? Ты нас всегда засирает регулярно. Конечно. Я поэтому не вспоминаю. Короче, а по поводу Google, ты же, вот посмотри, как кнопочка выглядит, которая написать твит вот в этом mobile.twitter.com. Да, да. Floating action button. Я видел. Я заметил. Я заметил. Это все. Это для меня, конечно, это прям как ножом по письке. Ну да. Но сам по себе сервис, конечно, гениально работает. Ребята постарались. Надо отдать должное. Заморочились. Они бы могли... Вообще надо насрать. Да. Они же могли просто рекламу впихивать в твиттер. Они могли на это... Да. Кто сейчас мы тут... А, как в скокам они могли поступить? Да не понимают и насрать на них. Просто да и пошли в жопу. Они могли со 140 символов уйти в 300 символов. Не дай бог. А то и в бесконечное количество. Ой, не надо, не надо. Ладно, не буду вас пугать. Пойдем дальше по светским новостям. Горочка. Я сам сегодня не усну. Не то, что наши подписчики. Вот. Сейчас немножко про бабки, господа. Будет две темы про бабки. Первая тема про то, что не такую известную команду специалистов, как Крю, купили Дрибл. То есть Крю не все знают, но тем не менее это чуваки, которые сделали и придумали Unsplash. Которые уже, наверное, все знают. Да. Вот. И вот Дрибл. Тут опять же все знают Дрибл. Они купили. То есть Крю продались, а эти купили. Вот так примерно. Купили полностью команду пацанов. Кроме Дерибосика. И вот Дерибосик, собственно, рассказывает. Микаэль, чё? Он рассказывает, как это получилось. Он говорит... Самое прикольное, что он, по-моему, из Канады. Но у него почти все Крющичи из Австралии. Да. И вы сейчас по ходу статьи поймёте, почему это прикольно. Почему это, ну, такое знаковое событие, так скажем. Он рассказывает. Блин, я так, говорит, рад. Я такая радая, говорит. Мы тут усирались пять лет, значит. Я, говорит, кофаундил полностью пять лет Крю команду. У него как бы тут масломасляная Крю команда. Кстати, мы, опять же, по ходу узнаем, что они раньше были и по-другому назывались. Мы, говорит, сколько... Это я помню ещё. Да, да. Как жили-то? Мы вообще что делали? У нас, говорит, есть... У меня, говорит, есть что? У меня, говорит, есть и Крю и Unsplash. Вот. И надо, говорит... Я вижу, что Крю, оно как бы не развивается. Он говорит, да, не так быстро, как мы хотели бы, Крю развивается. Да. И не так это прибыльно. Да, а Крю, они, по сути, делают дизайны, как я понимаю. То есть они... И приложения разрабатывают. И приложения. Это, так скажем, типа агентство, которое сводит клиентов и работников. Ну, вот так, если упростить. Да. И вот они сделали Unsplash. И начиналось всё с Tumblr.com ещё, когда они ввели. Вот. А потом уже это отдельный сервис, огромный сейчас сервис и так далее. Вот. Я, говорит, вижу, в принципе, куда нужно двигаться Unsplash. Я это всё видел. То есть Unsplash, ему нужно бабло, просто вливание бабла. Крю. Нет. Ну, для сервиса Unsplash конкретно. Да, им тоже нужно. Я просто читаю и про Крю он тоже говорит. Нам будет больше бабла, и мы бы прям развивались. Так, походу, мы везде бабла-то. Согласен, да. Ну, вот. Вот, а Крю, да. То есть, а Крю, говорит, ну, он, то есть, всё равно не до конца понимал, хотя бы откуда брать это бабло, потому что, ну, вот, как бы есть Крю, мы сколько-то зарабатываем, и мы, ну, вот, есть какой-то потолок у нас сейчас. Не вижу дальше развития. И я, в принципе, ходил, говорит, на все митапы, на всякое такое, там, смузи пил со всеми. И, говорит, вот встречался с Эндрю Вилкинсом. Так, да. Чувак из Metal Lab. И он такой зарекомендовавший себя чувак. Так видно, что он не кидал, а такой трушный пацан нормальный, по понятиям живёт. И он говорит, слушай, а это, а он, кстати говоря, на днях на Медне покупил себе контрольный пакет акций до ебла. То есть, он реально не кидал. Видел, да. И говорит это, а слушай, а чё это, если мы Крю у тебя тоже купим? Говорит он, Майкл, у чё, Микаэлю, чё. И Микаэль такой подзадумался, слушай, это реальная тема. Может быть, я теперь не буду париться за Крю? Я теперь просто всецело погружусь в Unsplash, а Крю будут заниматься другие люди, которые, ну, действительно, в хорошие, в добрые руки отдаю, как бы. Ну, да, видимо. Вот. По факту, то есть, чувак, как бы, покупает чувак, но, по сути, они Крю присоединят к дриблу. То есть, будут как-то работать на дриблу. Ну, сто пудово, что это, да, будет коллаборация твоя любимая. Если ты сегодня это используешь, я думаю, что им не повредит это. Вот. И он говорит, ну, всё, круть, круть. Я, говорит, абсолютно счастлив этому. Это правильное развитие для Крю. Мы там, Крю мы, короче, начинали ещё в бейзмент, в подвалах. Меняли несколько названий. Да. Были умфычи. Мы ещё их умф. Были там то, сё, срались, там, дохренались, бухали. Короче, было круто. Поэтому теперь Крю будет у этого Уэна Вилкинсона, а я буду заниматься онсплэшем полностью. То есть, он не будет вообще к Крю прикасаться никак. Мне прям даже нравится вот то, что он тут пишет. Вообще, говорит, это странная вещь. Отдавать компанию, продавать компанию, которую ты был директором 5 лет. И вот, говорит, не могу больше логиниться под моим MichaelSobacaCrew.co и так далее. Это, говорит, даже как-то странно. У него, походу, права отобрались, а у Эндрю Вилкинсона... Ну, конечно, всё, он уже там, excess denied полный. Да-да-да. Ну, это, говорит, круто было, здорово, но вот да. Ну да, и там, естественно, можно, если кто-то хочет сильно слезу-то проронить, есть Crew Graduation, такой видосик. Просто из кадров, как они там хипсерски пили кофе, кодили, улыбались там, орали и хренали. Всё, вот так вот посмотрели. Идём дальше, дальше про бабло. Дальше про бабло. Кто ещё кого купил? Ещё купили пацаны, короче, GoDaddy, покупают Сукури. И это как будто должно быть у нас в разделе про WordPress. У нас сегодня нет раздела про WordPress, но я скажу, но я скажу. Сукури — это чуваки, которые прям компания официальная, серьёзная, которая занимается безопасностью ваших сайтов. Не обязательно, что это будет WordPress. Но WordPress'ом они занимаются конкретно. Вот конкретно. Просто знают всё по WordPress. Вот чё спроси, везде тебе скажут, где у тебя там дыра, где у тебя не дыра, и чё надо защитить. Сукури — это конкретные пацаны. Их покупает GoDaddy. Тоже как Вилкинсон, не кидалы. Не кидалы, а совершенно зарекомендовавшие себя чуваки, которые имеют кучу доменов, доступ к, в общем, огромную базу с доменами, прям мужики. Я не совсем понятно, и тут в конце тоже статьи тоже не совсем понятно, как вообще Сукури будет теперь внедряться с GoDaddy работать, и что будет предоставлять, собственно, теперь. И как они будут со всеми теперь домен, что они будут прям защищать все домены, которые ходят под GoDaddy. Да нет, я думаю, GoDaddy будет вместе с доменами предлагать уже дополнительно защиту, конечно, просто перепродавать их услуги, и как бы тем приятно, и этим тоже. Ну вот, и как бы тут дальше тоже многие именитные чуваки говорят, что в принципе GoDaddy-то они нормально, они вот и менедж ВП купили. Вот, и менедж ВП они купили раньше, и здесь пишут, что никто и не жалуется. То есть как бы не то, что прям клиенты, которые были именно клиентами менедж ВП, Никто и не заметил, да, никто не заметил, во-первых, потери бойца. То есть просто купили, и вроде как даже, может быть, и лучше делают. По крайней мере, чуваки будут, будет им на что кушать, потому что GoDaddy, я так понимаю, все-таки богатые чуваки. Я хотел, когда вот эти две темки готовил тебе. Давай. Пофилософствовать немного на эту тему. Вот давай, вот у нас блок бабла. Хотя мы уже час пятьдесят вещаем. Уже можно заканчивать, а мы еще только философствуем, и разработка еще даже не началась. Так вот, и дело просто в том, что это вот разница. Вот когда есть у тебя какое-то детище, какая-то компания, и это вот, кстати, Юрич рассказывал. Он говорит, вот я честный человек, да, я вот сейчас создаю газовую компанию. Михаил Юрьевич, да? Да. Михаил Юрьев, если угодно. Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, Зиновьевич, он. Так вот. Я, говорит, создаю сейчас вот конкретно газовую компанию, да, в Америке, но не для того, чтобы это дело моей жизни. И уже такие, говорит, я пережил в своей жизни. А, говорит, для того, чтобы просто ее выгодно продать. Он вот не стесняется. И говорит, есть вот два типа бизнесменов. Люди, которые делают бизнесы, чтобы их потом продать и просто, ну, заработать. То есть они абсолютно беспристрастно это делают. Делают все, так скажем, по канонам. По книжке. Да, по фундаменталс полностью учат. И не набивают никаких шишек, потому что они делают идеальные вылизанные продукты для того, чтобы их продать. И ими уже занимался кто-то другой, кому интересно энтерпрайзом заниматься прям таким крупным. То есть делать масштабирование, чтобы уже там не 10 тысяч человек смотрел, а 110 тысяч миллионов и так далее. Так вот, а бывают компании, которые вот детище. Вот, например, Стив Джобс. Как ты веришь, он бы продал Apple вообще когда-нибудь или нет? Да, я сомневаюсь. Он когда, мне кажется, уходил, то он охренел там. Ну, конечно. Я уверен, что он просто посидел в тот момент впервые, когда это произошло. Хотя, ну, в общем, и вот он говорит, все бизнесмены делятся вот на двоих. И почти, говорит, всегда у тех бизнесменов, которые делают свое детище, ну, говорит, почти всегда, так случается, что вот они теряют это детище по каким-то стечением... И после этого они уже не делают детище, они уже делают просто бизнесы по-сухому. То есть, ну, как бы у них уже как, ну, я не знаю, обрубает это все, и им уже снится потом их первая компания, и они уже другие не могут так же проникновенно делать. Вот, видимо, Майкл Чоу, он изначально задумывал все-таки Unsplash, а не Crew, как-то. И поэтому к нему больше душа лежит, и вот его, видимо, он никогда уже не продаст. Но он влюбился в Unsplash скорее. То, что они сделали с Crew своими руками. Да, да, видимо, как-то так. Ну, ладно, двигаемся дальше. Да, у нас дальше быстрая, короткая тема, но она смешная. Ну-ка. Сейчас вы поймете, почему. Это нам написали комментарии, на самом деле, на Ютьюбе к последнему подкасту. А нам пишут там, кстати, комментарии, пацаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишут, чтобы вы понимали, Настя, Настя Лавричева. И тут такая милая барышня на... Возможно, Лавричева. Возможно. И тут достаточно милая барышня на Аватаре. И как бы вот я читаю. Парни красиво делается. Хочу поделиться рассказом о кризисе доткомов. Этот парень конкретно знает эту историю в мелочах. Спросите его. Сам он угорает по темтированию, видимо, тестированию. QA. Язык общий найдете. Плюс его авторская программа. Итоги встречи в Санкт-Петербурге. Лучше, чем сейчас, но хуже, чем хотелось. История кризиса. В 2 легких 2000-х было много стартапов, особенно на фондовой бирже. Однажды туда пришла контора Redhood Linux. Не знаю точно, однако Linux. Суть идеи заключалась продавать бесплатный софт против платного Microsoft. Однако точки прибыли не было. Баблу неоткуда было взяться. И вот тут, когда я читаю, вот уже на этой строке, когда баблу не было взяться. Я смотрю, вот что это Настя Лавричева, да? И вот этот милый Аватар. И мне кажется, что Настя, она взяла папиросу. И такая, просто парни красиво делается. Она об ботинок спичку зажгла. Об ботинок спичку зажгла. Сиськи поправила. Подтянула и говорит, и много америкосов вложили в стартап, купив их акции. На каждый квартал надо показать отчета прибыли. С прибыли плат не видел. Вот как ты это видишь Настю Лавричеву, который нам это пишет? Ну да, уже скатилось. Сплевывает вниз, да. Вот так получилось, что люди вложили в пузырь. Он и разросся. До огромных размеров. В баксовом эквиваленте. Все вернулись продавать акции. А они в цене начали падать. Так и лопнул пузырь. В скобочках объявили банкротство. Это как если вложиться в бомжа, он будет говорить, я куплю водки, а с бутылок буду прибыль делить с тобой, а водку всем раздам, даже тебе. Но вложился ради денег, и не увидя деньги, требуешь хоть что-то. Тут уже Настя скатилась до полных аналогий про бомжей. Согласен. Уже вот она видит, что вот до этого момента мы не понимаем. Я действительно не понимал, Настюху. А тут она доходчиво про бомжей-то и объяснила. Я до сих пор не понимаю. Для меня загадка остается, какого хрена ты выбрал этот комментарий к нам в подкаст. Но, допустим, Кризис Доткомов. Редхуд Линукс. Просто я почему выбрал? Потому что конкурс на нормальное пояснение для нас с Никитой, что такое Кризис Доткомов, продолжается. Настя не победила. Она просто пока единственная участвующая. Мы не могли ее не отметить. Я просто хочу сказать, что Редхуд — это красный колпак. Есть такой антигерой в Бэтмене. Продолжаем. Красная шапочка — Little Red Riding Hood. Хорошо. То есть, как бы тут... Немножко. И у Children of Bodom есть песня Little Blood Red Riding Hood. Хорошо. Ну все, давай. Спасибо. Последняя тема из... Кровавая красная шапочка, чтобы ты понимал. Я буду... Последняя тема из светских новостей — это как бы уже под конец горки, когда ты уже с жопой съезжаешь по асфальту. Когда ты уже немножечко на кочечках. Камушки тебе уже оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И это фронтендер нам предложил. Естественно. Он прям вот яйцами, возможно, на эти кочечки попадает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И как бы ему каждый раз вспоминают мы. Возможно, у него уши горят, все горит. Но как бы вот да. Когда он сотую тему нам предлагает. Вот да. Он говорит это. Используйте VPN и ничего не бойтесь. И прикладывает, собственно, MNZ черепка. Видимо, надо бояться все-таки VPN. Не влезай, убьет. У меня вот такой черепок именно с этим ассоциируется обычно. Ну, это, скорее всего, он, да. И здесь английская тема. То есть на английском языке. British? British Petroleum. Короче, тут вот те иллюстрации, которые мне нравятся. Именно по стилю. Я кидал их Саньке Ефрему. Он мне говорил, что его пугает. Грязный стиль. И там вот именно те иллюстрации. Ты именно из этой статьи кидал? Я не из этой статьи, но этот чувак, он вот это так рисует. Это вот один чувак, который так рисует. Откуда ты знаешь? Ну, просто я видел у него вот эти иллюстрации. Больше никто так не рисует. Надо заново будет найти. Ну, я тебе так скажу. В черепашках ниндзя такая же рисовка. Ну, не такая. Ну, да, да. Это под него. Он под них косит, так скажем. Ну, не знаю, кто. Может быть, они оба под кого-нибудь еще. Да, да. Сейчас какой-нибудь там есть. Ну, и опять же, у нейрона инсомниуса вот эта вот девушка, которая в очках. Это оно. Это все оно. Короче, не суть. Это типа киберпанк стиль, будем говорить. Ну, допустим. И здесь вот вся статья, она как бы киберпанк с ударением больше на панк, так скажем. Ну, и на кибер тоже, конечно же, обязательно. И здесь, короче, у нас автор статьи, нам. Авторка? Нет, это чувак, мужик. Мобитар. Мобитар. Он, скорее всего, это не его настоящее имя, потому что тут он пишет не бог весь чё. Тут он же Василисой представляет. Тут какая-то реальная мнастерка с сигарой. Говорит, чуваки, VPN это абсолютное решение стопудовое, чтобы у тебя решить все твои проблемы. С приватностью. Да. Да. С уклонением от спецслужб. Я сейчас быстро скажу, господа, потому что яйцами уже просто стукаемся об асфальт на этой теме. Он, знаешь, что говорит? Вот говорит, меня за что задолбало. Говорит, то, что у нас всю, весь интернет держит провайдеры. Это просто бесит, говорит. Вот у нас интернет, он же создан для того, чтобы быть разрозненным. Это же то, что мы хотели. Это же то, к чему нужно стремиться всему миру. Напоминаю, киберпанк. Я сейчас с ударением на панке, напоминаю. Это говорит, что государство регулирует всех провайдеров. Оно держит просто достаточно одной подписи от государства. Хой-хой. Чтобы выдать всю информацию о тебе, что как у тебя ходит инфа до тебя, как что-то скачиваешь, какое порно, что ты смотришь, как ты, где ты, кто ты, что ты. А все у нас же сейчас в интернете. И провайдеры, они как вот эти жирные, просто какие-то, я не знаю, просто вот... Продажные свиньи. Продажные свиньи сидят и могут контролировать все спокойно. Что нам нужно для этого сделать? Ничего не поможет, кроме того, что мы начнем их игнорировать. Мы будем обходить провайдеров по полной. Мы будем использовать VPN. Мы будем настраивать VPN-ку так, чтобы все вот... Чтобы провайдер до них не долетал на ничего. Вот чтобы мы просто ходим через жопу, во-первых. Да, и про все, что провайдер видит, это то, что мы идем в жопу. Идем в жопу. С какими целями, что у нас там, как, это уже не будет понятно. Кроме этого, следите за мышкой, господа, следите за мышкой. Куда вы нажимаете? Никакой рекламы, чтобы вот не увидел никаких баннеров. Заблокировать все баннеры быстро, у себя в браузере. Никому ничего не платить. Так. Никуда не кликать, не дай бог. Если что-то вот видите, прям, чтобы вот оплачиваемо все, ничего не делать. Потому что вы владелец вашего компьютера, не они. Не они. Не эти твари, а вы. Плюс вы через VPN ходите. У вас все вообще чистейшее дерьмо. И все, они просто обанкротятся на вас. Если что-то не нравится, к другому быстро провайдеру, чтобы если ему что-то там вякает, нахрен его, менять. Потому что VPN провайдеры, они тоже твари. Да. Их тоже надо менять, как перчатки. Потому что они тоже, бывает, оскотиниваются. Все. Вот это, я считаю, вот это закон. Хой-хой. Вообще, я могу сказать, что... Вот еще когда Tor-браузер только запускаешь, там уже написано, что... Чувак, одного Tor-браузера тебе недостаточно для полной анонимности. Тебе нужно еще настроить там, чтобы ты DNS-адреса получал не на свой компьютер, а через другой, как будто бы. DNS, точнее, имена с адресами сопоставлял. Тебе нужно, чтобы у тебя не только в браузере, но и во всех остальных приложениях трафик проксировался через что-то, например, через тот же Tor. Поэтому нужно будет попотеть для того, чтобы это все реализовать. VPN не единственное, я бы вам сказал, решение для конкретно проблем с... Для таких панков. Таких как Mo, Bitart, да. Bitart. Retart. Окей, ну в общем, мы с тобой, ну сколько вообще вот около этого проходим, пролетаем над гнездом кукушки? Чего пролетаем? Ну как бы нас вообще касается эта тема хоть как-то? Или только наших слушателей киберпанкеров? Слушай, ну меня касается, но скорее в виде хобби. Просто меня как системному администратору, понимаешь, потому что что такое провайдер? Провайдер это, по сути, один большой прокси-сервер. И ты, они там сидят как админ в компании и просто смотрят, кого куда пускать, кого не пускать там и так далее. То есть к ним приходит магистраль Роскомнадзоровская, допустим. Ой, Надзоровская, все. Да давай, нормально, уже так и говори. Да согласен, как-то я хотел скрыть это. А Ростелекомовская я хотел сказать. Хотя это все одна организация, что надо говорить там, да. Вот, Ростелекомовская магистраль приходит, и они просто распределяют, кому сколько трафика дать, кто за сколько заплатил. По факту это большой прокси-сервер, мать ваша. Ну и инфраструктура по локалке. То есть, ну, отдел админов в предприятии, это, вот, мне, и поэтому это интересно. Просто я сам играю, сам посмотрю, смогу ли я сам себя обойти, так сказать. И чтобы никто не узнал, что я и как смотрю на работе там и так далее. Поэтому, да, меня касается. Отлично, отлично. То, что ты продаешь, тоже, на самом деле, это касается, у нас сейчас катится, спалится. Ладно, у нас сейчас разработка, пацаны. Перед этим перерыв надо сделать, хотя бы номинальный. Несмотря на то, что мы уже два часа в эфире, тут перерыв перед заканчиванием уже, перед кончанием. Хорошо, да, хотя у нас там еще темы слушателей. О, да, но вот надо как-то ускориться, ускориться. Ну ладно, отдыхаем. Отдыхаем. Резюме я нажал уже. Короче говоря, резюме. Знаешь, какое резюме, куда бы я точно послал свое резюме? В Smart Tape. Smart Tape, это прям вот europedesign.ru slash Smart Tape. Господа, заходите туда. Это отличный хостинг, который мы всем рекомендуем. Даже рекламирую, потому что нравится, вот сто процентов. Да, просто хостинг, ты просто космос, как детка, хочется сказать. Да. Космический хостинг Smart Tape. Europedesign.ru slash Smart Tape. Он доступный, попробуйте. Даже если вы студент, я вот сколько говорю, сколько говорю, это ваш шанс просто взять практически бесплатно. Что характерно, у них есть сейчас пробные периоды на любое дерьмо, чуть ли не месяц. Демка. Ну неделя, по-моему, но чуть ли не месяц. Попробуйте, не понравится, ну и бог с ним. А понравится? Да, но зато вы попробовали, вы будете перед самим собой честны, вы не будете вот это перед сном, блин, смартин. Да, вот попробовать бы, узнать бы одним глазком. Вот вы можете это сделать, поэтому europedesign.ru slash Smart Tape. Давай, что там у нас по разработчике подготовили мы сегодня? Что там ухо разработчиков? Ухо-горло разработчиков. Ну-ка. Айзек Лиман, Луман, Луман нам написал статью, 8 CSS прикольчиков, приколюшек. Мне здесь написано, что рекомендовано Ли, Вероу и 500 другими. Там написано, что он программер, повод, мюзишн, хасбенд, мормон. Главное, чтобы не морон. Потому что морон это... Это придурок или... Дурак, идиот. Да, идиот. Он здесь очень интересно и скрометно шутит. И, собственно, заглавная картинка, она уже шутит. How long it takes you to fix a CSS bug? Сколько требуется, чтобы пофиксить CSS bug, а снизу ваш навык? Как бы вот от того, сколько вы знаете CSS, быстрее вы не работаете. Потому что вот как бы да. Здесь в скобочках есть сатира. Видишь, надо заголовком. Сатирич. Я только сейчас увидел. То есть сейчас будет тут это, кривое зеркало в CSS. Прямо будет смеха панорама полная. Ну давай. Про кривое зеркало могут люди неправильно понять. Могут подумать, что ты про альбом группы Пикник, Королевство Кривых. Опа. Может быть, просто подумаешь, что я в цирке родился. Да. Поэтому вот. Как Джокер. Ну давай, ладно, продолжаем. Так вот. Очень часто для CSS комьюнити все заканчивается так, типа. Вот у вас уже все заказчик принимает. Такой, типа. Да, все круто. Только вот это отцентруй по вертикали. И через 5 минут показываем этому боссу. И как бы это смешно, потому что отцентровать по вертикали в CSS достаточно сложно. Это не по горизонтали тебе отсортировать. Это не 5 минуточек. Да, и он говорит, для CSS-наркоманов, таких как я, это все очень провокационно звучит. И заставляет понервничать. Почему наркоманов, не знаю. Ну вот, видимо, для тех, кто давно уже сидит на CSS, так сказать. Подсел. И понимает, что отцентровать по вертикали – это, мать твою, не пикник. Так вот. Раньше, говорит, до того, как CSS-гриды или флексбоксы появились, и до того, как Computer Science переименовали в погуглим на Stack Overflow, уже, говорит, как бы было сложно очень. Очень сильно. Это было так же, как попросить рутбир в Макдональдсе. А что сложного? А потому что они не работают с рутбиром. Там нет рутбира в Макдональдсе. А, да? Да, там нет такой газировки вообще. Просто, по-моему, и есть. Там только... Там... Не-е-е. Ну, твою мать, ну мы пили рутбир в Макдональдсе. Или, может быть, это стрёмно попросить рутбир, типа, для стариков. А, вот, вот. Вот я думаю, что это... Это для стариков какое-нибудь дерьмо, наверное. Рутбир. Хотя... Вот, сейчас всё уже. Надо ехать заново, чтобы понимать, что там с рутбиром. Наспорт просить. Все залаханят. Crazy Russians. Пацаны, напишите нам, что не так. Потому что я помню, как мы брали рутбир в Макдональдсе. Мы думали, что в Макдональдсе брали. Точнее в Сабвей. Стопудово. Да стоп-ка... Мы в Сабвей были вообще? Ну, мы были, но так. Ну, вот, нет. Я прям помню, твою мать, я к доливайке ходил. И это практически шутка была. Пьём селанап нормально. Пошли дольют. Ну, давай, я долью. Хоп, и рутбир. Принято все такие... А, ну да. Ну, просто это, видимо, из-за того, что и кал тоже... Ну, не знаю. В общем, вот, да. Кто... Для наших слушателей, кто не знает, рутбир, это такая травяная газировка, как и гирмайстеры, только безбухлая и противная. Но кто-то любит. Ладно, погнали. Так вот. И... Ну, тут много шуток. Я не смогу сейчас всё абсолютно вам передать. Здесь надо прям в оригинале читать. Давай для умненьких. Мы же в любом случае, у нас ссылочка будет. Пусть они насладятся гравимым зеркалом CSS. Он, в общем, очень сильно хососит CSS. Вообще, говорит, в принципе, CSS это как книжка про мастера и Маргариту. И вообще про ад и досвидос. И, видимо, Тим Бёрнс Ли, когда придумал интернет, он первую попавшуюся книжку, которая у него была, на странице взял и как смог с русского перевёл в CSS. Вот всё говно, которое получилось, всё... Прямо с русского он так и бы длил. Да, да, где-то тут... Я уже просто даже не могу найти, где это было. Ну, ладно, давай, импровизируй. Да. И вообще, говорит, CSS это не то, чтобы прям вот очень чётко выверенные правила. Нет, говорит, это, твою мать, нарушение всех правил и ещё куча тупорылых свойств, на котором всем насрать. Типа Mix Blend Mode, например. Это смешно, с учётом того, что у нас про это есть ролик, про это свойство. Но на полном серьёзе оно пригождается один раз в жизни. Просто практически перед тёлками. Чтобы ролик записать. Вот, да, да. И всё. Собрать классы. Я, говорит, с точки зрения крутого, продвинутого чувака, мы сейчас вот восемь вещей, которые реально вот про CSS досвидос. Первое, вертикальная центровка, это сложная. Вот вы, говорит, вспомните, что надо именно вычислить 50% высоты, потом топ-маргин на минус 50%. Ну, короче, погнали, да, классический это. Это досвидосик. Я для себя отвечу, что до того, как появился Flexbox и всё вот это вот, я использовал Absolute Position Trick. Когда ты делаешь это у родителя относивный, у относительный, у дочернего элемента абсолютный, и делаешь топ 50% отступ, и потом ещё Transform X, Translate Y, точнее, минус 50, подвигаешь наполовинку. Ну, короче, космос. То же самое. Ну, и, говорит, кроме этого, кто-то ещё поговаривает, что работает Vertical Align, а это, говорит, на самом деле работает только в HTML-таблицах. Не слышали про таблицы? Ну, потому что они уже не очень крутые. А почему? Ну, потому что они как Spice Girls были крутые только в 90-е. Он прям, он здесь реально, он шутит, несмотря на то, что, судя по аватарке, какой-то скучный дурак. Хасбанд, Мормон. Не, ну, он такой, да, ну... Я не могу мне так сильно волоски с микрофона в нос, что под... Не, просто смешно, как-то именно под носу так... Это надо прям вот путать, да? Волосатый микрофон, пульно. Вот. И некоторые говорят, что Vertical Align работает с инлайновыми элементами, не верьте им. На самом деле работает, но просто очень тупо, потому что там пишешь middle, а он всё равно не под центром, а где-то там под центром. Ну, короче, в натуре говно. Второе, что же такое 100%? 100% от чего? Вы, говорит, можете подумать, что от ширины элемента, но нет, это там на самом деле от вьюпорта, и вообще забейте. Особенно, если, говорит, во флексбоксе, внутри делаете, уже нихрена не работает. Он ещё смешные гифки прикладывает. Да, естественно. Там какой-то чувак или что-то, кролик или кто? Какой-то чувак, наверное. Вот какой-то чувак пытается в трубку из бумаги или из картона влезть, и вот это написано, пытаться втиснуть свой контент в динамический... Просто я хочу... В дип с динамическим размером. Хочу, чтобы слушатели посмотрели, какой там чувак. Там шиншилла, там реально какое-то дерьмо меховое. Там реально вообще досвидос. Так вот, непонятно 100% от чего. Ну, на самом деле, кроме шуток, ты это уже начинаешь чувствовать. И чувак, он стопудово кокетничает. То есть понятно, что он уже понимает 100% от чего, в каком случае. То есть ты просто это уже потом чувствуешь. Но на самом деле правилам никаким не поддаются, это полное дерьмо. Так скажем, я это знаешь, как сейчас вот себе... Вот у него сколько раз пригорало из-за CSS? Он сейчас нам пригорки стирает и ржет над ними. Вот да, он как бы уже знает, как с ними разбираться. Но от этого они менее смешными не стали. Если, говорит, вы пытаетесь к Маргину... Маргин еще подцепить к тому, где вы пытаетесь 50% высчитываемую ширину сделать, то у вас будет элемент торчать, как пузо беременной тетушки Марджи. Что-то начал. Он прям, да, он шуткает. Третий, если вы флотите, то есть если вы плывете, так скажем, то вы все-таки потонете. You eventually sink, но шутит. Шутит. А то, что флоты, говорит, тоже не поддаются никакой логике. Вот, говорит, давайте сделаем 1D float left, средний D float right и третий D float left. Как вы думаете, они расположатся? Тут три варианта. Естественно, ни один из них неправильный. Я вот, опять же, я сходу называю, как расположится. Просто я уже понимаю, как это работает. Он говорит, я тоже знаю. Но, говорит, и вот выдержка из CSS спецификации. И тут, естественно, сатира, опять же. CSS у насрать на все ваши потуги, все про ваши мечтания полностью, на то, как вы пытаетесь там расположить свое место, пространство и свое осознание этого мира, и вообще ваше значение в нем. На самом деле, рассматривая CSS, вы рассматриваете космическую бездну, пустоты прогресса, там, вселенную с никаким, с абсолютным отсутствием моральных каких-то устоев. Ну, в общем, он тут прямо это. И мир, где свойства float, clear и дисплей работают не так, как должны. И мир, в котором вы не можете ничего это контролировать. Это у него накипело, пригарки по тебе снимают. Я вижу, я вижу, да. Четвертое. Никак невозможно научиться сквозь CSS проблемы, сквозь вот эти. До сих пор, говорит, непонятно, как использовать white space no rep. И no rep — это свойство, которое позволяет и значение, собственно, свойство white space, значение no rep, которое, типа, не переносится строки на следующую строку. Нахрена это надо? Вот чтобы они вылезали. Вот зачем вообще это свойство сделано? Ну, это какие-то задротные газетчики. Вот так это просто непонятно. Ну, реально, оно же вылазит, и все, и вылазит. Зачем? Непонятно. Все, говорит, комбинации между свойствами дисплея и позиция, говорит, это вообще космос. Ну, опять же, уже просто вот ты знаешь. А потом, говорит, всякие заклинания, типа, stacking context и clearfix. И, в общем, да. Особенно, говорит, большинство топовых CSS-разработчиков на самом деле уже умрут от третьего инфаркта до сорока. Шутит. Шутит, шутит. Пятое, z-index — это не настоящий CSS-атрибут. Ну, здесь, типа, было несколько раз, когда вы только начинаете вникать в z-index, чуть-чуть про него читаете, думаете, блин, охренеть, это то, что я искал все это время. Нет, ни хрена. Z-index — это на самом деле жесткая шутка. Ну, и тут, опять же, гифка, что там чувак падает, он подставляет, и ни хрена не работает. Там, типа, баба фокус пытается показать, и у нее не срабатывает. Потому что America's Got Talent — это как минута славы у них там. И вот именно z-index, он также работает. Ну, опять же, мы-то знаем, когда он работает. У нас был целый подкаст, который мы обсуждали там. Ну, 9-9-9 делаешь, наверное. Конечно, да, и все. И with минус 9-9 пикселей влево куда-нибудь убираешь, и все. CSS doesn't stand for cascading style sheets. CSS, говорит, на самом деле, расшифровывается не каскадные таблицы стилей, а вот здесь. CSS screaming of the sinner. Ну, короче говоря, отчаявшийся возглас грешника. И вот здесь вот, точно, не с русского. Здесь про то, что на самом деле был изобретен Гёте как сайт-проект, пока он писал «Фауст». А, вижу, да. И он на самом деле хотел его включить в пьесу как драматическую систему наказаний для тех, кто попадает в ад. Но как-то он его полностью, этот проект похоронил. А Тим Бёрнсли через 200 лет нашел... Раскопал. Да, нашел рукопись. И он на самом деле хотел побыстрее закончить интернет до того, как доткомы схлопнули и обрушили его. Тут он использует это тоже. И именно поэтому он уже включил именно CSS в таком виде. Ему некогда было перевести нормально всё с немецкого. Поэтому получилось как есть. Это смешно. Если хотите посмотреть на версию 1, зайдите на Craigslist. И тут он шутит, что этот сайт из-за того, что очень много чуваки согрешили, он был проклят, чтобы он навечно выглядел так, как будто бы... Чувак, конечно, да. Так, как будто бы его хакнули. Это смешно. Седьмой пункт. CSS — это на самом деле опять же разразившаяся битва в самом сердце бездны. Бездна, да. И тут типа блин, блин, блин. Все мы понимаем, что когда вы просмотрели уже легионы CSS, это будет несколько бутстрэпов, несколько jQuery мобайлов, CSS ресеты, большое количество ангуляровских плагинов, сотни других стилей, которые просто в вашем проекте кастомные. Будут ли они когда-нибудь работать гармонично? Ну, давайте возьмем следующее уравнение, которое нам продемонстрирует. X равно нет. Просто как бы вот опять же это шуточки. Ну и опять же здесь все о том, что каждый раз, когда вы только делаете новую A или Spun, а у Ашек, чтобы ты понимал, у них же сбивается дерьмо, для Ашек надо отдельно Color прописывать. Если ты просто на весь GIF делаешь цвет, то у Ашек все равно не будет применяться. И вот он и говорит, что только с помощью специальных селекторов и молотка с импортантом вы можете добиться именно того, и такой-то матери. Да, 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 добиться того, чтобы вот все было хорошо. И только это в случае чего у вас какой-нибудь сайт возьмет и отвалится, просто потому что в интернет-эксплорере каком-нибудь старом не было такого элемента, и вы поедите говна, поэтому вот да. И восьмой, у CSS есть секретное меню. Секретное меню, это когда вы в ресторанах приходите и у них есть меню от шеф-повара типа крутое на отдельном вкладыше. Вот у CSS оно тоже есть, только оно еще дерьмовое. Кроме, это, говорит, например, относительные единицы измерения типа 17,4 пикселя, емы, проценты, высота в процентах, высота в VH единицах измерения, которые, говорит, до сих пор нигде не работают и просто досвидос. Это от шеф-повара. Да, это от шеф-повара просто вот как вишенка на торте. Поэтому, да, то, что я вам здесь написал, поможет вам там справиться с CSS-проблемами в будущем. Конец. Практически как с наркотиками. Да, да. Хасбон, поэт, мюзишн, мормон, напомню. Ну, круть, круть. Ну, какое наше мнение? Опыт, опыт, опыт. Да, у CSS есть определенное количество проблем. Да, многие из них сейчас типа решаются новыми свойствами, но поскольку они нигде не поддерживаются до сих пор там, ну, я утрирую, конечно, только в 58-59 хроме, где у нас сайт не работает. А так нормально все. Ну, условно, когда он мог такого натерпеться? Ладно, он сам понял. Возможно, он, знаешь, преподавал, например, CSS кому-нибудь, рассказывал. Даже не преподавал на лекциях, а просто вот, опять же, там, репетиторством, да? Условно. Да. И чтобы для себя тоже это заново осознать, чтобы человеку рассказать, который не понимает ничего. Чек-чек. Да. Тебе нужно максимально понимать. И тут он тоже вот задумался над всем этим дерьмом и, возможно, написал статью. Ну, как вариант. Классно, прикольно. Следующая статья, закрывающая разработчику. У нас такая разработчика. Оп, всунул и высунул вообще. Американские, короче, фермеры и украинская прошивка у меня написана в слайке. Так. И это как бы вроде бы нам кажется, что она с Free Code Camp, а на самом деле она не с Free Code Camp. Мы пойдем жестче, дальше, глубже. Тема, пятиминутный рид с Motherboard. Вот motherboard.wise.com. Я не знаю, они что вообще в основном-то пишут? Какую-то жестяку. Не знаю даже. Ну да, всякое, это и политическое, и всякое. Короче, они пишут, видимо, для трое американцев. И статья действительно для трое американцев. И именно после этой статьи я захотел реально досмотреть вот свои там 10 серий несмотренных Теории Большого Зора. Смотрим. Короче, какая тема? Какая тема? Заголовок гласит, почему американские фермеры хакают свои тракторы с помощью украинской прошивки. С помощью украинского ПО практически. Хардварного такого. Ну, фермвэр. Фермвэр, да. Суть какая? Действительно, есть некая компания, не очень известная у нас, я не слышал, по крайней мере, Джон Дир, которая очень известна в Америке. Что самое главное... Ну, я слышал про такое. Ты слышал, окей. Самое главное в том, что в Америке вообще, в принципе, там весь бизнес уже давно налажен вообще во всех сферах досвидос деятельности. Я уж не говорю там про телевидение, где держат там Комкаст, Хренаст. Ну да, там уже полный интерпрайз. Даже тракторы, Джон Дир, они просто манипули... Вот просто монополия, дикая. Подожди, то есть Катерпиллеры им вообще не составляют конкуренцию? Видимо, составляют, но, наверное, на другом побережье. Я не знаю. То есть они там так поделились, что лишь бы только не убить друг друга. И вот этот Джон Дир, они до того доросли в технологиях, что действительно в тракторах есть какая-то прошивка, есть какая-то электроника, значит, есть какая-то процессор, видимо, какой-то, что-то думает. Это не просто механика, где железка стукает об железку, да, и подшипники ходят. Нет, это реально, ну, какая-то прошивка там есть. И, короче, пацаны, они, пацаны, я имею в виду трактористы, они как в той теме про киберпанк, скорее панки, чем трактористы, потому что им все не нравится. Я говорю тракторист, я уже купил трактор. Возможно, эта прошивка, она как у наших дальнобойщиков, смотрит там. Я сейчас скажу, я сейчас скажу, да. Я просто не читал тему, это я вот... Ну, ты правильный, у тебя догадка, да, очень правильно. Да, потому что, короче, кроме того, что они, ну, то, что это у них собственность своя, это ладно, это полдела, но вторая половина дела, прошивка, она как бы действительно смотрит, что у тебя там с твоим трактором, и если ты начинаешь что-то менять, кастомить в своем тракторе, например, заправлять не то топливо, например, там что-то делать, например, у тебя какая-то поломка несущественная, которую можно, знаешь, как говорится, опять же, клеем починить, там, смотать дактейпом, но эта хреновина, прошивка, она может тебе просто стопнуть полностью, весь Джон Дировский трактор, и ты будешь за хорошие бабки, а мы сейчас дальше поговорим, по-моему, 200 долларов только за вызов, плюс еще 120 per hours, если чувак реально per hour один, то есть чувак просто выехал до тебя, да, то есть ты только так 200 баксов положил, и плюс еще за каждый час его работы ты еще выкладываешь, просто за то, что чувак приедет и воткнет свою USB-шку. Опа. Вот, то есть там бабки, максимальные на сервисе делает Джон Дир, сам причем Джон Дир, возможно. Возможно, он сам, да. Да, то есть вся компания делает огромное бабло только на сервисе, исключая того, что они еще машины продают, то есть вот эти трактора, и там трактора, и газонокосилки, и все дерьмо. Короче, пацаны-трактористы взбунтовались, особенно трактористы из Небраски. И тут, когда я услышал слово Небраска, я вспомнил, что Пенни из Небраски, и у меня пошла цепочка. Неостановимая. Неостановимая, абсолютно, да. И они так взбунтовались, что там пацаны-главные трактористы из Небраски говорят, все, все, хорош, хорош, прекращаем работать на дяденьку Джона Дира, мы будем заниматься дерьмом и устанавливать. Вообще, они уже начали там практически как и легализовать марихуану, только они начали подписывать петиции, чтобы больше вот это Джона Дировское соглашение не использовать. Все, никакого agreement между ними и Джоном Диром. мы, короче, хотим, чтобы у нас трактора были полностью наши, мы могли делать с ними что хотим, прошивать, перепрошивать, и они нашли, наткнулись на форумах украинских, как надо, точнее нет, там форумы американские, но ПО украинское. Почему? Я, опять же, почему думаю? То есть, наверняка Джон Дир поставляет так же, они и в России тоже есть, как я понимаю, но и на Украине в том числе, поставляет свое оборудование, но, скорее всего, сервисов, сервисников таких крутых, как в Америке, нет в Украине, я уверен. Скорее всего, там один максимум сервисник на всю Украину, да? Да, и тот уже как-нибудь там разворовали. Ну, окей, и так же думаю в России, просто украинцы, они под эту тему таки думают, ну раз нету сервисника официального, смысл, мы просто напишем свое фермвэе и просто взломаем, и у нас все будет классно. То есть, нам не надо будет чинить там через американцев что-то, то есть, у них просто не было, у американцев, у них есть доступ к сервисникам, просто они денег не хотят платить, а у украинцев, скорее всего, даже нет доступа к сервиснику. Ну, я, скорее всего, я догадываюсь. Ну да, но это 200 долларов за вызов. Вот да. Короче. Даже если бы 200 гривен за вызов сделали, они бы все равно не согласились, я уверен. Написано, все сделано, как надо, все прям хреновина вместе с проводами. Там есть такой огромный провод, который подцепляет тебе там ноутбук, условный твой ноутбук к трактору. Я не знаю, тут пылот, скрин пылошечки, такой прям. Там все как хорошо, причем они стоят нихреново денег, то есть на форумах чуваки покупают это, они не то, что бесплатно скачивают с торрентов, они покупают там по 500 баксов, по 500 евро. Не, ну, чтобы ты понимал, у нас в сервисниках мерседесы перепрошивают. Ну, например, для чего? Чтобы датчики, топливо всякие, чтобы программа всегда думала, что с них идеальные значения идут и не впрыскивала больше топлива, и он не начинал больше жрать, банально. Вот, вот тут подобные, видимо, какие-то вещи. Дальше, короче, я просто хочу, я просто хочу сказать, что Sine Motherboard задолбал со своей рекламой сраной, со своими саундклаудовскими какими-то подкастами 40 минутами. Я согласен. Дальше я просто пару смешных моментов хочу вот из этой статьи вас обратить внимание. Во-первых, короче, очень круто здесь написано про то, что здесь будет такой чувак, которого зовут Гей. Я сейчас найду это. Его зовут Гей Гордон Бирн. Вот, вот про скролль как-нибудь, знаешь? Ну как, в знакомстве с родителями, с факерами же, тоже его Гейлорд звали и Гей сокращен. Ты можешь найти сейчас этот кусочек? Не могу. Ищу. Блин, как тебе сказать, после третьей рекламы, ты знаешь именно, после видоса. Гей Гордон Бирн, экзекитор директоров Repair.org. Вот он, знаешь, что говорит, пишет? Total crap. Я, это, говорит, полное дерьмо, это ваши эти трактора сраные, это эта прошивка дерьмовая, мать ее, там один чувак, это уже отвлеченно от Гея, говорит, это, я тут, что, чуваки, думают, что мне эта прошивка-то сраная, джон-дировская? Я, говорит, я же, он работает, чтобы ты понимал, это уже не про Гея, про другого. Он работает на хог-ферме, то есть, связанной со свининой. Я, говорит, что, я, говорит, из крэпа свиней, то есть, из дерьма свининого, я, говорит, делаю реально, могу замутить метан, который можно заправлять машины. Ух ты. И, говорит, джон-дировская прошивка мне такого не дает, я могу просто реально дерьмом свининым заправить трактор, а он поедет, он будет работать. Вот, мне зачем, говорит, я поэтому украинские фермееры использую, мне вот это все ничего не надо. Просто понимаешь, в чем дело? Чуваки нахимичат. Там люди уже выживают, я не могу. Они выживают, чуваки нахимичат, у них когда-нибудь вот взорвется трактор под задницей, и они потом джону-диру только спасибо скажут. Ну, это их проблема уже. Если даже они это не соблюдают, то я уже не знаю. то они где соблюдают, если даже в Америке не соблюдают. Просто Motherboard у них это, у меня уже по-русски почему-то их реклама, прям по-русски. Новая серия материнских плат, следующих существований, жизни, там что-то все уже. Ну, все, забей. И у них, вот это я не люблю, когда одна тема заканчивается, ты скролишь вниз, и следующая начинается уже неожиданно. В общем, вот так мы посмотрели, поражали. Идем быстренько в темки слушателей, господа, господинские. У нас, короче, без восьми минут два ночи. Я объявляю для всех, сегодня день космонавтики был. Сейчас уже как бы два ночи, уже не день космонавтики. Мы всех поздравляем. Да, мы вас всех поздравляем. Вы, наши дорогие космонавты, ваши темы слушатели. Отлично. Ты как-то слишком такие темы, антипаттерн, например, первая тема, очень быстрая. Нам предложила ее Вианна, я думаю, что это все-таки девушка. Буду надеяться. Говорит, привет, вы как-то говорили про Патреон. Похоже, я упустила, чем дело закончилось. Не упустила, ничем пока и не закончилось. Знаете, кто Патреон сильно использует, я сейчас заметил? Бабы-косплеерши. Бабы, в принципе. Да, но... То есть, например, Робин Адель Андерсон, который из постмодерн джукбокс поет, и она как бы сначала со Скоттом, который там главный, встречалась, а потом они расстались, и она уже у них не поет. Ну, это не так... Вот она тоже поет. Это не так противно. То есть, я имею в виду, что бабы-косплеерши, они именно раздеваются за бабло. Ну, одеваются во всякое за бабло. То есть, ты донатишь, ты какой-то Патреон условный, ты какой-то там, какой-то там по чеку там 100 баксовый на донатер, ты можешь посмотреть ее бэкстейдж-видео с ее задницей, например. Ну, блин, это круто. Я, во-первых, хочу посмотреть, но просто 100 баксов не хочу платить, поэтому украинское ПО. Ага. Так вот, короче, не об этом все. Вообще, она нам тему Виана предлагает. Ну, мне про Патреон интереснее, чем про тему. В общем, если кто-то все еще хочет нам помочь с этим, напишите мне в веб-сайне в Телеграме или в ВК, хоть где. Или на works.sobaka.euwebdesign.ru Да. Мы любим туда. Спасибо. Короче, антипаттерн узнать больше. Очень быстрая, коротенькая статья с какого-то dengrid.ru. Возможно, это ее сайт, она на халявку пропиарила по хрену. По хрену. Не Виана-то и ладно. Короче, говорит, вот вы же знаете, говорит, есть такие вот кнопки узнать больше, дальше, подробнее. У нас, например, такая на сайте. Да. Когда, говорит, вот чтобы перейти к полной статье после анонса. И вот что получается? Чуваки пытаются, чтобы все-таки перешли к ним на хрен. Ну, да. Они делают просто такие кнопки. Просто вот такие кнопки. Худшие. Вот, например, подробно. Вот, ну, просто противные кнопки. Такие, которые лизнуть хочется. Говорит, это все, конечно, хорошо. Все эти узнать больше, лететь дальше, играть жестче. Не несут полезные нагрузки, понимаешь? Вот эта огромная кнопка, она ничего тебе не дает. И они как бы, они не украшают, а скорее наоборот уродствуют твой сайт детский. И самое главное, они отвлекают от вот этого вот писанины маленькой твоей. Вот этой заводочки. И по сути люди... От анонса ты имеешь? Они, да, они как бы такие, да хрен с ним с анонсом, что там подробно, жать, не жать. Ну, как-то это все противно, я вообще ничего не нажму и уйду, наверное. Ну, да, да. А так бы, понимаешь, здесь есть правильный момент. Вот как здесь сделано, например, у Яндекс.Новостей. Или еще у каких-нибудь, например, вот у ТАСа. То есть, если ты просто ссылку строишь... Ну, у ТАСа ссылка заголовок, а у Яндекс.Новостей кусочек анонса, эта ссылка. Да, то есть чувак просто прочитывает как бы и знает уже куда нажать. Он же не тупой в принципе-то. Там же есть как бы синяя штука, как Лебедев завещал. Да. Ты же не меняешь как бы... Не меняешь. Кони на перепаде. Надо об этом задуматься. Вот. И здесь второе, написано с мута, также паттерн, антипаттерн, украшательство так как бы... Ну, мы не будем. Мы не будем. Следующий антипаттерн вырви глаз. Тоже не будем это смотреть. Не будем Вианну пиарить на халяву. Хотя я уже посмотрел в футере, там Антон Жиянов какой-то. Возможно, это и есть Вианна. Все возможно. Отлично. Роскомнадзор. Дальше следующая тема. Длимоймоль нам оставил это. Я всегда задумываюсь, как единичку читать как Л или как Ай. То есть, ну... Он оставил нам очень быструю, коротенькую, смешную статью про то, что Роскомнадзор может оштрафовать любую компанию с формой обратной связи на сайте. И вы меня спросите, Никита, а что же здесь смешного? Это же грустно. Если Роскомнадзор действительно может просто на любого человека, у которого есть сайт с обратной связью, да, подать в суд? Может же? Может. И на нас может. У нас же есть обратная связь? Есть, есть. Пользуйтесь, кстати, я ее беззайн.св.контакт. Вот. Только Роскомнадзору не говорите ничего. Плес. Плес. Потому как это тысяча рублей штрафом карается. Минимум. Да. Ну, штукаик, окей, да, в размере. Почему штрафуют? Потому что сбор личных данных, господа. Если вы хотите действительно обратную связь, вы сделаете, чтобы у вас, опять же, был какой-то agreement, license agreement. Да. И галочка, что я согласен с ним. Я все, да, ничего не использую. Никогда нет. Все собираю. У меня там все зашифровано. Личные данные. Я сам не смотрю, не дай бог. Вот. Что самое важное. Я читаю последнее. Алексей Бородкин, который, собственно, все об этом сообщил, он пишет далее. Алексей Бородкин, который поднял данную тему в Facebook, вот про то, что Роскомнадзор уже охренели совсем, добавил, что форма обратной связи на сайте самого Роскомнадзора не оформлена соответствующим образом. Работаем дальше. Я даже не знаю, что еще сказать. Но кроме этого, в поликлинике сейчас, чтобы ты понимал, когда карточку себе заводишь, подписываешь тоже дерьмо. DNA. ND. Да. И его прям вклеивают на первую страницу в карточке с твоей росписью, с говном, что я разрешаю, что здесь про мой там... Про мой половой орган будет написано. Да, да. И что он мал. Любой медицинский регистратор или кто-то еще... Видеорегистратор. Невзначай может приоткрыть мою карточку, пока ее несет, узнает об этом. Да, вот я согласен с этим, говорят. Хорошо. Вафа Абзи прокомментировал. Это следующая новость. Помню, вы обсуждали тему про экзопланеты. Наткнулся недавно на продолжение. Здесь продолжение той самой темы про Трепист, вот эта вот планета, система планет, Трепист, где очень скучные названия... Которую НАСА даже целую пресс-конференцию организовывал, чтобы нам о ней сообщить. Да, и там очень скучные названия у этих планет, которые в этой системе, типа A, B, C, D, E, F, G. Было практически какой-то там конкурс, как назвать, что-то это все так заглохло. Я так понимаю, так скучно и останется. Нет, возможно, победил как раз два МАС, J2306, 2928, 0502, 285. Возможно, именно это и победило в конкурсе, как бы, ну, почему не... Хорошо, нормально. В принципе, нормально. Это то, чтобы Бобби назвать планету. Бобби, хай, Бобби. Короче, говорят, что все-таки, все-таки на этих тропистовских планетах хрен поживешь. Нормально. Знаешь, почему? Как Борис, хрен попадешь. Да я догадываюсь, из-за кривой блеска. Правильно? Точно, точно. Они, короче, знают, что там делают. Во-первых, надо сказать сразу, что все-таки вот эти планеты тропистовские, они очень похожи на нашу Землю. Они и размеры примерно такого же. Так. Но на них каждый раз можно видеть всполохи некие. Там бомбит. Пуканы у тропистовщих. Там что-то, короче, у них досвидос прям вот подгорает пуканы. Короче, прям вот выбросы у них. Там, я не знаю, это вулканы, хренаны, я не знаю. Там досвидос происходит. И эти вспышки, так скажем, они симфатизируют о том, что все-таки на тропистовских планетах они никак не угрожают Земле, никак. Но они угрожают жизни на трописте на самом. Возможно, да, там несовместимые вспышки. Скорее всего, да, чуваки там не смогут жить. И как бы мы не надеялись встретить там пацанов, возможно, это только если незнайка на Луне, который там внутри Луны жил. Если вы читали вдруг или смотрели мультик, он там, они, он там внутри Луны провалился и жил там. Нет, чтоб ты понимал, внутри Луны было сердце, которое там заводы все питает. Так. А жили-то они на поверхности, в дымах там, в смоге, в говне. Да, ну ладно. Короче, не суть важная. В общем, в дымах, в смоге, в говне, вот Трапист, это вот, там вряд ли незнайка все, там еще под классика ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И там под это сердце так скачало, прокачивало. Там огромные, сопротивные, с выбоинными такими луны, пели, жрали друг друга, пожирали. Там классно, короче. Не вникайте. Идем дальше. Морковка называется у меня в слэке. Короче, просто читаю дословно. Опять же, Вафа Абзи продолжает. Мне очень понравился ваш фомат-видео. Он, возможно, Возможно, формат... Ну, нет, вряд ли. Возможно, Фома ему просто понравился какой-то. Фома ему из физрука, например, понравился. Да, да. Фома-видео. Когда вы готовили еду и о чем-то разговаривали. А у нас есть такие видео, посмотрите на канале. Почему вы не пригласили какого-то нового участника-программиста, чтобы обсудить с ним разницу между верстальщиком и фронтенд-разработчиком? Сразу он предлагает тему нам, что обсудить. При этом можно попросить его почистить морковку. Чью, Вафа? Объясни. Твою морковку почистить? А если бы это была верстальщица, была бы ли у нее морковка? Опять же вопрос. Можно было ее почистить? Это, во-первых, у меня есть другой к нему. Зачем нового именно участника-программиста? Почему мы сами не можем это обсудить? Зачем новый участник? Видимо, ему нужна другая морковка, чужая, Вафа. Видимо, наши морковки ему не устраивают. Да, согласен. Но это тогда не к нам на канал, это куда-то уже в другие места, поэтому... Морковочную. Да, скорее всего, морковную. Следующая тема будет чуть подлиннее, Нерон Усомниус. Говорит это. Пожалуй, самая красивая история недели. Я сейчас хочу прочитать, как он это написал. Пожалуй, самая красивая история недели о том, как проект Reddit наглядно проиллюстрировал развитие человечества. Господа, если вы не следили за этой новостью, я вам настоятельно рекомендую на тижурнале прочитать полностью это. Я сейчас не смогу охватить все, но немножко так по пунктам разберем. По пунктам. Короче, быстренько расскажу, господа. Да, на Reddit, третьего дня, 1 апреля, по прикольчику, запустили такую тему, place, место. Тысячу на тысячу пикселей. Такая штука, как бы сервис, но не как бы сервис, где каждый, любой человек, в течение пяти минуты с определенной задержкой, может быть, пяти, иногда варьировалось до двадцати, мог оставить, так скажем, один пиксель, один пиксельочек закрасить каким-то определенным цветом из шестнадцати. Вообще, конечно, прям вот на эту тему хотелось бы минут прям сорок выделить. На эту тему, если честно, можно выделять просто отдельный подкаст. И, как вы понимаете, Reddit — это всемирный сервис, которым пользуются дохрена народу. И началось, пошло. Начали ставить по-всякому, по-разному пиксели. И сначала началось с бреда. Просто люди начали, как, знаешь, как письменность рождалась. Начали сначала вот древнее письменное наскальное. Просто какие-то пиксели тупых цветов абсолютно никак не соответствующих друг с другом, да, с односящихся. А потом коллаборация, напоминаю, мое сегодняшнее слово любимое, тема дня коллаборация. Короче, некоторые люди поняли, что если закрашивать в одиночку, это тупо. Ты ничего не сможешь нарисовать. Даже вот письку не сможешь нарисовать. Да, там просто тебя еще могут перезакрывать, перерисовывать. Потому что все пиксели можно перезаполнять другими цветами. Спокойно, не проблема, абсолютно. Просто вольность, абсолютно. Просто есть задержка. Мне интересно, а те люди, которые в одну секунду, в одну долю секунды закрасили, они как там, интересно, по фамилии, по нику располагались? Сначала ты, потом я. Не знаю, не готов ответить. Это досвидос. Короче, суть важна. Главное все в том, что они начали, короче, объединяться в группы. Просто с помощью Reddit это легко сделать. Они создавали сабреддиты. Например, сабреддит людей, которые только закрашивали все синим. Темки, темки. Сабреддит был Airplace. А вот как раз уже там уже темки. Да, вот в этом плейсе, короче, они начали организовываться, да. Вот, допустим, например, полностью в синий батальон. И синие чуваки, которые только синим цветом закрашивали, они справа угла поперли и начали закрашивать. Некоторые люди сразу начали рисовать что-то осмысленное. Например, они нарисовали Чермандера. Ты пропустил. До Чермандера они нарисовали дикбата, то есть члена жопа. Узнаваемый персонажем мем популяризировано в первую очередь благодаря Reddit. Ну, то есть родился члена жопа, да. А потом появился Чермандер. И Чермандер, кстати, ему сразу заговнили, ему все лапы перерисовали в член. Ну, естественно. Ну, естественно. Потому что это как бы не может жить спокойно. И началось, поперло-поперло, короче, синие пошли. Потом сразу же синие им как бы в противность им с другого угла поперли красные пацаны. Красных, кстати, было не так сильно много, как синих. Тут тоже политические темы, как бы, кто там за Трампа, кто за Хиллари и так далее. То есть тут уже надо искать подоплеку. Дик Батыча, причем потом в розового. Нет, его в розового выкрасили, я прям смотрю. Вот, да. И вот, то есть стали появляться такие, так называемые, творцы. Люди, которые хотели рисовать что-то, ну, умное. Что-то вот Чермандер. Тут интересно. Здесь еще был Мегамэн или какой-то вот этот чувак из игр, я не помню как. Кто-то надписи какие-то писал. Нет, там круто. Там дальше-то вообще круть будет. Короче, потом появились некие хранители. Люди поняли, что они не хотят закрашивать. Я Чермандера только сейчас заявил. Интересно. Они не хотят Чермандера с членами закрашивать. Это же прикольно, пусть остается. Они начали хранить. Ну, они начали, то есть, закрашивать. Если кто-то говнил, они перегавнивали его в обратку. Короче, появлялись некие хранители. Вот. Все поделились на фракции. Ну и, в общем, вот. Все вот это происходило. Синий угол наступал на красный. Кто-то там делал какие-то красивые картины. Например, вот Ван Гога. Вот его знаменитую картину, как она называется там? Ну, Звездная ночь. Да, я сейчас очень невежественно поступляю. Ну, да, Звездная ночь. Кроме этого, тут текста были трехпиксельным вот этим шрифтом. Да. Четенько сделаны, как в десовских. В несовских и досовских. Я совместил в несовский, в десовский. Да, и вот здесь именно из Звездных войн текста, да? Да. Потом, например, была история с Пинк-Флойдовским вот этим вот... The Dark Side of the Moon. Да. Больше меня еще не собьемся. Да, обложка альбома, короче говоря. Ее тоже загавнивали потихонечку иногда. Кстати, ты сказал или нет, что всего 16 цветов? Всего 16 цветов, да. Я напоминаю. Она все не удавалась никак там, все, чё, кого. Короче, идем дальше, идем дальше. Здесь очень смешные причем мемы. Короче, синие, они сильно наступали. Синие были сильнее, чем красные. Да. И потом образовались некие фиолетовые. Да, фиолетовые и зеленые, которые против поперли, опять же. Зеленые, они решеткой просто все заделывали там и так далее. Да, они уже через пиксель действовали. И когда ты через пиксель закрасываешь, ты как бы побольше захватываешь сразу. Но суть не в этом. Короче, синие все равно были сильнее. Поэтому фиолетовые Они начали создавать уже подтемки Что типа, чуваки, это, плес Синий, прекратите Вот это дерьмо свое гитлеровское Тут просто очень смешно, как делали Эти флаги И там немецкий флаг сначала Нормальный, потом всю Францию Погласил Да, тут как бы И дальше интересно Дальше очень интересный кусочек Мне он очень понравился Чуваки пришли Естественно, есть противоположники Реддита, это 4chan И 4chan это как бы пацаны-анонимусы И они как бы делают дерьмо всегда И это как бы нормально Должно быть так Мы дальше даже посмотрим, почему так Короче, пацаны с 4chan они объединились И они делали просто посреди всего холста Просто Образовывали как бы пустоту Такую дыру, которая выгрызалась И делали просто черным Да, причем они, я тебе даже скажу Разрывы, разломы тоже делали Там вкусно, там очень вкусно И они просто начали разрывать все нахрен дерьмо И надо как-то было справляться И здесь уже все объединились Здесь не было синих и красных Здесь все объединились против единого врага 4chan-овских пацанов Чем же они закрашивали? Они делали Что послужило Какой же символ, как ты думаешь, послужил Чтобы закрасить эту вот дыру Просто залатать эту дыру? Я пока не знаю Этот символ явился Американский флаг Они полностью американским флагом Вот так захреначили дыру Закрыли абсолютно Черную дырку 4chan И тем самым Люди, понимаешь Люди из Америки Они хотели этот флаг рисовать Поэтому им было прикольно Закрывать 4chan-овское дерьмо То есть если бы это был Какой-то другой дикбаточ, например Он бы не выжил там Его 4chan бы схавал с дерьмом Вот Причем с 4chan они никак не могли договориться Там все анонимусы И ты им никак не скажешь Чуваки, давайте не будем разрушать Мы как бы здесь создаем Не надо все в черное превращать Конечно, да С ними уже не договориться Там чуваки в черных очках сидят оригинали Короче, в общем Проискорел досвидос В итоге Все, в итоге Все друг с другом примирились И получилась вот Финальная картина Которая получилась Ой, гениально Чуваки, ее можно рассматривать Как Найди Волда Только еще в 10 тысяч раз дольше Да Особенно найди русский флаг Я вот его, кстати, не нашел Возможно, его здесь и нет Подожди, а он точно должен быть? Возможно, его нет Потому что здесь в статье С чего ты взял, что он там есть? Ну, я просто хотел бы Чтобы он здесь был по приколу Хоть какие-то наши русские хакеры Должны были Хотя наши русские хакеры Это вот черное пятно, которое осталось Скорее всего, что все-таки 4chan Немножко, ну, они остались Ну, я вижу Вон слева где-то там Под United Kingdom Да, они как природа Остались в живых То есть, никто не может Просто так пропасть, да Короче, в общем Они как остались Как природа Просто на Монолизе Швейцарский флаг Ну, а что? Ну, беспалево Да, нормасик Суть в том, что Пуск снизу есть Как написано в статье Тижурнал И панель задач Да Я вижу здесь много троллов На самом деле Но Тижурнал пишет Они, возможно, тоже Это с Капа Фейсом все пишут Что на все Вот эти картиночки финальные Которые она закончила За 72 часа прошло С 1 апреля Короче Финальная картиночка Не имеет ни одного Никакого логотипа терроризма Какого-то там нацизма Национализма и так далее Ну, национализма Не знаю, нацизма В смысле Имеется в виду, что здесь Нет никаких распри между людьми Они все гармонично сплелись В свободные Абсолютно никто ими не управлял Можно было, знаешь С вастонно весь этот нарисовать Но нет Абсолютно гармонично Они все друг с другом ужились Вот используя Свои какие-то логотипы Слышь мать Рассказываю Справа снизу Под Над синим дерьмом Есть Такой логотип Знаешь Квадратик Красный И на нем белый пулемет Он выглядит до свидос Как скинхедовский логотип Прямо над ним Типа свастика Черная Там лабиринт Но не свастика Тут до свидос Тут вот эти вот флаги Во-первых, немецкий флаг на пол этого Да И там у него всякие пиво Сосиски, хот-доги Там круто На него Бельгия стекает В виде горчицы и кетчупа Вот этот орел Я понимаю, что Ну, это у них сейчас такое Ты уж меня извини У них такой герб Просто они, по-моему, не стесняются Абсолютно Вот Короче, посередине, естественно Американский флаг Который и закрыл дырку Но 4chan они остались там Где-то под Британией Обитать Да, я вижу Вот И да Ну, тут здесь много чего можно рассматривать Здесь можно просто вот упиваться Всем этим вот Знак империи есть, например Есть Украин Под ней есть СССР О! Вижу Причем на Юкраине Что характерно Вот их вот этот герб Угу Там Трезубец Там с какой-то х Не помню с чем Он типа рассыпается Он типа как бы тает Хорошо Как тает лед между нами Да Короче, в общем, вот так Вот такая прикольная Такое прикольное столкновение Спасибо за тему нам Предложенную Идем дальше Кабол Господа Блин, я потом поразглядываю Потом посмотри Вафа Абзи продолжает Собственно Возможно, эту тему вам Грит, предлагали Но на всякий случай Оставлю И там Очень такая легонькая тема С Гиг Таймса Просто про чувака Который понимает Чем нужно правильно Заниматься на пенсии 75-летний программист Основал компанию По обслуживанию Компьютерных систем На Кабол И говорит Все очень просто В Америке Чтоб ты понимал Да хотя Возможно и в России Ну тут Билл Хиншо Или Хинша Вот Билл Хиншо Это вот наш Главный герой Нашей статьи Он 75-летний Обычный чувак И он программер Причем очень умный чувак Так И он вот вышел на пенсию И у него там 32 внука И казалось бы Что еще нужно 32 внука Распределен Внука и правнука То есть возможно Все же таки Уже кто-то из них Дети, детей Но не важно Да, дети, детей, детей Да, как друзья, друзья, друзья И он говорит Казалось бы Может быть просто Ну нянчиться с ними И грулькаться А нет Он работает И он основал компанию Мы дальше увидим Она называется Кабол Кавбойс По-американцам Крутой И короче Кабол Кавбойс Просто Они занимаются тем Что обслуживают В основном банковские Конечно же Все системы Потому что все банковские системы Почти все Здесь есть инфографика Они написаны на Каболе И Они работают По принципу Работают не трогай То есть Работают не трогай И работают Достаточно качественно Но Новые программисты Не могут Новички Имеется ввиду Молодые чуваки Они не изучают Кабол Они не могут Работать Чтобы вы поразились На данный момент 220 миллиардов Строк написано На Каболе В данный момент Используется Да И 95% В ATM То есть В банкоматах ATM swipes Когда ты карточки проводишь Именно да Вот именно 95% Проведений На Кабол Они на Кабол Опираются На Кабольский код Да Вот Короче говоря Это охренеть Че Кабол Это все еще система Которая живет Мы-то не знаем А она-то досведушивает Поэтому Кабол Кавбойс Пацаны Которым всем за 60 В основном Которые все-таки знают Кабол Они пригласили Нескольких юных В кавычках сотрудников Возраст которых 40-50 лет Юночи Но это в натуре Молодые какие-то пацаны Опытный Кабол Специалист Может получать Свободно от 100 долларов В час Задумайтесь Коллеги Тем ли вы занимаетесь В своей жизни Согласен По-моему не тем 7000 рублей в час Изи Короче Господа Вот такая прикольная тема То что старые языки Все еще живут Здесь как бы даже 7000 рублей Ты конечно привет Ну ладно Ну 6000 Да 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 Короче последняя тема Которые у нас Соплились в одну тему Она Соня Блейд Прокомментировала нам Сама Подожди В Мортал Комбате Ее не так ли звали? Так и звали Тоже Блейд да? Конечно Ну тогда хорошо Вот Поэтому Соня Блейд Тогда веришь что это она? Ну ты-то Гора Я надеюсь Уже знаешь Вот А я-то Шоукан Поэтому привет ребята Месяц Я Кентаро Хорошо Месяц Я Мотаро тогда Мы с тобой два мрази Две мрази Да Вот месяц два назад Шоукан и Гора Это не были две мрази Это нормальные пацаны Так Месяц два назад Ну Шоукан достаточно офисный пацан Ну согласен Вот Мотаро И вот Клерк обычный И вот это До свидания Так вот Соня Блейд говорит Пишет Привет ребята Месяц два назад Узнала о вас И уже с уверенностью могу сказать Что это лучший подкаст по вебу Который я слышала Приятно Спасибо Очень простая Дружеская атмосфера С очень смешными шутками И да Как могли заметить Отношусь к тому Немногому количеству Девушек Которые вас слушают Могли заметить В общем Успехов вам И продолжайте в том же духе Ну и в заключении Предлагаю вам статейку Надеюсь что оцените Мы ее кстати Не будем оценивать Ну конечно Потому что Че нам эта статейка Согласен Но вообще спасибо за отзыв Действительно нам очень приятно Что нас слушают Она Соня Блейд Чтобы вы понимали Не смогла Не смогла Поэтому есть Еще одна тем От нее же Привет ребят Какой из Какой из слов Попадает под спам фильтр Но она решила Попробовать другими словами Сказать это все Да Забегая вперед Скажу Не получилось Оба комментария Были в спам фильтре Но я как-то Извлек двумя ручками Как младенца Вынес на свет Ну ты же мотор Ты же город Ты считаешь Я все уже Да я все твари Вот поэтому Привет ребят Очень нравится ваш подкаст Говорит Смотри До этого был лучший Лучший по вебу А тут мне просто Очень нравится ваш подкаст Причем с мягким знаком Нравится Очень нравится ваш подкаст Я почему-то мы перешли К тому что Соня Блейд Не Спасибо Соня Блейд Реальная крутая тема Атмосфера дружеская Информация Полезная Интересная Шутки смешные До этого были очень смешные Шутки Сейчас просто смешные Даже несмотря на то Что девушка Причем она не говорит Что она девушка Просто даже несмотря на то Что девушка Какая-то Где-то Как-то Ну прикольно Да Ловите Говорит темку Короче Вот круто Что нас слушают Разноплановые люди Даже при том Что мы Если честно По-моему Делаем уже все вещи Которые Просто Оставляют Торгают людей Которые нас оставляют Просто с тобой наедине Чтобы Матары И Кентары Наконец-то вдвоем Просто остались Царствовать Так Вот Но тем не менее Пацаны Пацаны и девчонки Нас слушают И это очень приятно Еще раз С днем космонавтики Переходим к обойке Переходим Обойка на самом деле Не сильно космическая Но Какая есть Какая есть Но она Более философская Даже чем Вы могли себе представить Я просто хочу Из философских Ну ладно В самом конце Это скажу Ладно Короче говоря Обойка Это греки Это вот Я не побоюсь этого слова В Афинах Ну я вижу тоже Что на книжке греческий Я вижу Что это Аис Сфокианкис А Ну понятно И Афринс Гритс Понятно И короче говоря До свидос Че Здесь такой человек Который Который может на Каболе Писать я думаю Наверняка И Видно что Вот по его взгляду Точнее тут взгляд Конкретно не видно Но его вот Выражение лица Говорит нам о том Что вот Вы все смотрите Свои пукалки Все вот это В интернетах Своих там читаете Че Так А я вот возьму Умную книжку Прочитаю И все пойму Жизнь Ёпавияц Это мужик И он отбирает Самые классные темки Самые умные темки И здесь многие темки Хорошие Обязательно Обязательно В жизни заниматься Пока Несмотря на то Что я девушка Говорим громкие темы Сейчас я прожую Погнали Прежде чем стать Матерым дизайнером Нужно матера Знать основы 80 сс прикольщиков И приколюшечек Американские фермеры Используют Украинская простивка Поехали Нормально было? Нормально Продолжение следует...